Друзья, всем привет! Вы слышите SDCast, 112 выпуск, на дворе в декабре 2019 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кэс Даймон, и сегодня у меня довольно большой состав гостей. Это Севолод Поляков, консультант по DevOps, основатель сообщества Ucrops Club. Сева, привет! Хей-хей, Сев! Да, Севолод уже был когда-то, что-то сколько-то лет назад, тогда у меня в гостях в подкасте. Тогда он был темлидом DevOps в Grammarly, где-то там. Поэтому, если вдруг кому-то будет интересно, то послушайте. Следующий наш гость и участник нашей сегодняшней беседы – это Светлана Башко, руководитель отдела в ЦИСКО. Света, привет! Всем привет! Ты самое важное забыл в представлении меня подкаст еще один. Конечно, конечно, конечно. Я не мой ад. Я как раз готовился сказать, что вы могли и, скорее всего, знаете Свету как одну из ведущих подкаста DevZen. Вот, дружественного. Так что, кто не слушает, послушайте. Следующий наш участник – Павел Аргентов, тим-лид в компании Vron. Паша, привет! Привет! Здравствуйте, товарищи! Да, Паша уже даже, кажется, два раза был у меня в гостях, о чем мы с ним только не беседовали там. И про миражов. О верблюдах в основном. Да-да, в основном о верблюдах. Поэтому, кому интересна эта тема, тоже послушайте. И еще один у нас участник – Никита Борзых из компании «Экспресс-42». Никита, привет! Всем привет! Вот, Никиту вы тоже могли знать как подкастера в прошлом. Как подкасты, я забыл, ваш называется «DevOps Defloppe». Как же, как же? «DevOps Defloppe». Да, вот-вот-вот. Ну, собрались мы сегодня, на самом деле, обсудить не подкасты, как, возможно, кто-то мог подумать, а тему про удаленную работу, удаленные команды, устраивание процессов и всего вот этого. Тут не так давно просто Никита, значит, пришел весь в слезах и говорит, ребята, все, спасайте. Просто не знаю, что делать, как дальше жить. Ну, это дело было там где-то на просторах интернета, скажем так, не то, что прям лично. Мы все дружно не смогли остаться равнодушными, решили собраться и обсудить всякие насущные темы. Вот, поэтому, ну, для начала давайте, наверное, может быть, немножко, чтобы как-то погрузиться в контекст, обсудим вообще, какие, в принципе, типы, варианты, типы удаленной работы бывают, потому что тоже от этого немножко зависит. Ну, и, собственно, будет здорово, если каждый расскажет, в каком, примерно, виде, плане он работал. Ну, начнем с чего? Давай начнем, наверное, Сев, с тебя. Будем в порядке, как представили, чтобы немножко проще было, удобнее ориентироваться. Ты вот как раз еще тогда, когда работал в Grammar, я знаю там много чего, где, так сказать, у тебя у вас была тоже удаленная такая команда распределенная. Вот расскажи, так сказать, твой бэкграунд и вообще какие, что думаешь? Да, да. Окей, в принципе, я разделяю удаленную работу, типа, есть, короче, в моей голове несколько таких разных видов. Один из них – это разные удаленные офисы, то есть офис в Киеве, там, не знаю, в Сан-Франциско, где-нибудь еще в Аргентине, и все эти офисы МРТСЛО коммуницируют. Это, типа, просто удаленные офисы. Есть удаленная работа, когда, ну, это, типа, так, мы работали в Grammarly, часто работаем в разных компаниях таким образом. Бывает, когда есть центральный офис и куча разных сотрудников, которые, типа, как полу-аутсорсеры, полу-непонятно кто. Это, типа, какой-то другой вид работы. Ну, и мой любимый – это, когда все сотрудники удаленно, и все процессы поставлены именно на удаленную работу, то есть коммуникация, все эти штуки, офиса нету или есть, но присутствие там необязательно, никто туда не ходит, разве что только потусить. Ну, это такой, что называется, remote-first подход, когда изначально как бы полностью команда вся удаленная, распределенная. Хорошо, хорошо. Свет, ты что-то тоже добавь, что думаешь вот про типы, и какой у тебя бэкграунд? На текущий момент я работаю в одном из бизнес-юнитов ЦИСКО, и главный офис находится в Сан-Франциско, и я сейчас делаю новый отдел в Лондоне. Соответственно, все инженеры в основном находятся в Сан-Франциско, и в Лондоне будет прям вот совершенно новое дело. Соответственно, это получается такой вариант, который был уже описан. Есть главный офис, а есть еще такие дополнительные офисы. Вот один из них в Лондоне. Есть еще офис в Чикаго, есть офис в Сиднее, но именно они больше про команду Site Reliability Engineers. Именно про разработку я делаю новый в Лондоне. Ну, то есть у тебя, если здесь будет офис, это какой-то отдельный такой самодостаточный в каком-то смысле юнит, то есть не то, что один отдел, распределенный... Желательно, желательно, совершенно верно. То есть это желательно, но к этому моменту, чтобы дорастить офис до этого состояния относительно независимости, это потребуется время. И на текущий момент я прям вижу, что большинство митингов проводится по времени в Сан-Франциско. Разница с Лондоном — это 8 часов. И, как следствие, все процессы заточены вот на то место. И, безусловно, есть сотрудники и другие, удаленные, как-то из других офисов. Но все равно это заметно, это чувствуется. Но это текущая моя работа. В прошлой компании работала в Босфиде, и главный офис был в Нью-Йорке, был офис в Лондоне, были еще офисы в Миннеаполисе и в Л.А. И, соответственно, тоже был такой разброс, но был главный офис где-то именно в Нью-Йорке. И так получалось, что... То есть это моя еще одна работа с удаленными коллегами, и одна из моих работ в Беларуси. У нас был главный офис в разработке, был главный офис в Виннесе, и был еще офис разработки в Минске. И это тоже чувствовалось. Это тоже чувствовалось, что там где-то еще главный, а мы как бы такой вторичный офис. И это заметно. Я могу рассказать про то, как происходила динамика силы и власти между этими офисами. Хорошо, да. Очень интересно. Обязательно обсудим это. Паш, расскажи немножко тоже про свой бэкграунд. Я вот уже много лет... Много. Уж дети, родившиеся, наверное, скоро в школу пойдут. У тех, кто родил их в то время, когда я работаю в Эвроне. С 12-го, то есть с 11-12-го года. Эврон – это распределенная компания, которая занимается веб-девом. У нас два офиса. Один офис с программистами в Воронеже. Это считается как бы материк нашей фирмы. Там сидят люди. Там, в принципе, могут приходить и работать до пары десятков человек. Я так прикинул. И место еще есть. Красивый новый офис. Есть продажный офис в Москве. В Сити. В одной из башенок тамошних есть небольшой, компактный такой, как бы сказали братья Стругацкие, Нужник. Ну, то есть там очень компактный кабинет, который временами может внезапно взрываться до еще плюс двух-трех кабинетов, когда нужно переговоры провести. Или вдруг внезапно по какой-то ситуации какая-нибудь команда внезапно приезжает в Москву пообщаться с заказчиком. Программистов у нас в компании много. Ну, во всяком случае, нам так кажется, у порядка ста человек, больше ста человек, скажем так. Ну, порядок, чтобы он был понятен. И все до единой команды, несмотря на то, что некоторые программисты могут приходить в какой-нибудь из офисов, все команды построены распределенно. Практически нет команд, которые локально бы были оформлены в каком-то населенном пункте. А населенных пунктов у нас от Владивостока до Калининграда. Кто-то даже в Берлине работал. У нас, кстати, есть офис в Берлине еще. Я знаю продажный офис в Берлине. И есть офис что-то где-то тоже на тамошнем бездуховном континенте. Мне кажется, что-то где-то в Чикаго. Вот что-то так. Ну, в общем, где-то там. Я не знаю, там с той стороны планеты так все вот совсем и бездуховно, и далеко. Вот, тем не менее. Все команды построены удаленно. Все процессы построены удаленно. В некоторых случаях людям приходится работать в разных часовых поясах, и команды тоже как бы к этому адаптированы. То есть, у вас есть команды, где ребята из разных часовых поясов? То есть, такая вот распределённая? Да, самый такой простой случай. Я в этом году участвовал в разработке одного коммерческого проекта с командой, которая в большей своей части была сосредоточена в Екатеринбурге. Это к нам плюс два в московской тайм-зоне. Ну, пришлось некоторые привычки поменять, например, вставать пораньше и так далее. Но это не фатально. Конечно же, менеджеры следят за тем, чтобы… Ну, менеджеры у нас – это люди хорошие. Менеджеры – это люди, которые защищают программистов от всевозможных воздействий, повреждающих их тонкие мозги. Тонкие я имею в виду в организации, а не в количестве. И, в общем, построено так, что у нас команды хоть и распределённые, и размазаны географически, но они собираются, в принципе, по такому состоянию, чтобы людям не нужно было бешено подстраивать свои графики друг под друг. Ну, понятно, да. Обычно там два-три часа в среднем, не больше, но более-менее комфортно. Хорошо. Ну что, Никит, тебе слово. Тоже расскажи, что у вас, какой бэкграунд, контекст, и как раз-таки, я думаю, у тебя, как человека, у которого есть какие-то твои боли, мысли, непонимания, я думаю, будет вполне реально. Не просто, так сказать, абстрактно в вакууме, а прямо на твоём примере попробуем обсудить. Ну, смотри. Во-первых, у нас всё-таки неудалённая работа в том виде, в котором его привыкли понимать. У нас, скорее, работа выездная. Мы говорим всем, что у нас есть доступный удалённый офис, но, по сути, люди работают из дома, приезжают в офис по желанию, в Москве, в офисном один. И дальше они идут на клиента. Клиент у нас, мы консалтируем в области девопса. А как и Сева, только у нас же контролирует профиль клиентов. И у нас обычно клиент – это большой интерпрайз крупный. То есть, где нужно сидеть, либо у него внутри в офисе, либо как-то в ВПМ пробивать, но обычно это всё-таки контакт с клиентом, контакт с менеджментом внутри компании. Тебе приходится постоянно либо быть на связи, либо уже внутри компании сидеть. Это первый тип клиента. Второй тип клиентов – это очень быстрые стартапчики, которые нужно быстро развиваться. Для них ВПМ, доступ по зуму, всё это работает хорошо. И проблема, собственно, в том, что люди, во-первых, работают на разных карасях, то есть в интерпрайзе всё намедленнее, чем в тех компаниях, и они между собой не синкают контекста. То есть, как работают в интерпрайзе, как работают в тех компаниях, у них совершенно разные процессы происходят. То есть люди иногда просто не понимают друг друга, например. Им говорят, что, например, у нас, не знаю, там за 15 минут сделали доступ, а у других компаний доступ получают, например, 2 недели, например. И из-за этого разные странные костяки вылезают, что люди просто, ну, им сложно говорить на одном языке. То есть у нас, по сути, проблема именно не в синке между, ну, внутри компании, а в синке между разными типами команд. Слушай, ну, хорошо, расскажи, вот у вас, когда человек там, он жёстко фулл-тайм занят одним проектом, одним заказчиком, одним клиентом, и вот когда вот такие там 2 недели ожидания доступа, что в это время этот человек делает? Он перебрасывается на другой проект, или вот как бы, чтобы понять немножко, из-за чего вот это происходит, такая синхронизация? Нет, ребята сразу работают на клиентах, просто имеют, доступ к системе не имеют. Обычно сначала просто какие-то аудиты проходят, поэтому люди, ну, могут себе позволить не иметь доступ в какое-то время. Но сейчас это в целом сильно лучше, чем раньше. Раньше прям реально там по несколько недель можно было иметь доступ, получать. Сейчас это сильно быстрее работает. Хорошо, ну, Мэй, вот ты говоришь, разные типы, так сказать, там клиентов, соответственно, разная скорость, да, вопрос, как человек, то есть, ну, имеются твои там ребята, сотрудники, да, что, ну, вот, наверное, мне кажется, можно начать с того, что не всем, ну, кто-то привык работать в каком-то определенном ритме, ведь тоже есть некий внутренний ритм, да, у каждого, там, не знаю, разработчика, сотрудника, там, клиента, неважно. И тоже вот, я так понимаю, встает вопрос, в том числе и синхронизации своего, вот, этого какого-то там ритма после одного заказчика, да, когда тебя переходишь на новый, у него все по-другому, надо тоже как-то немножко себя настроить. Вот есть такого рода тоже проблемы, я так понимаю? Слушай, я такого, честно говоря, не наблюдал, потому что, во-первых, после каждого клиента какой-то гэп, когда человек отдыхает, это может быть, там, один, два, три дня, может быть, неделю, например. А, во-вторых, обычно люди, ну, им нравится, что меняется скорость, ритм. Особенно, если ты после интерпрайза уходишь в какой-нибудь быстрый стартап, где, там, надо сегодня уже купер поднимаешь, завтра ты его раскатываешь уже. То есть это совершенно, ну, это больше радость. Я, конечно, не хочу говорить за всех коллег, потому что я сам это не катаю сейчас, да, вот, но когда я говорил с ребятами, было именно так. Вот, то есть у меня, на самом деле, больше вопросов не вот к таковому переключению, да, а именно как вот, ну, как понимать людей, которые работают, по сути, в разных компаниях. То есть они работают с разной скоростью, у них разные процессы. Внутри каждого клиента, например, какая-то своя культура. Как сказать, своя культура. Есть, там, не знаю, тоже таск-текерка Инджира. У нас, как бы, внутри компании, там, таск-текерка нету, потому что мы не пользуемся этим. Ну, понимаешь, совершенно разные. По сути, ты работаешь в разных компаниях, в рамках одной компании. Слушай, ну, мне кажется, знаешь, здесь можно провести некую такую аналогию, как, вот, не знаю, ребята, поправьте меня, как онбординг в новую команду. То есть есть некая компания, там, не важно, заказчик, клиент, просто внутренняя компания, это команда разработки, не важно что, со своей устоявшейся культурой, процессами и так далее. Да, просто если там для нас всех, там, программистов, это, условно говоря, ты просто, ну, выходишь, там, новую компанию, работу, вот, у тебя этот процесс, там, онбординг, но ты в него погрузился, и все. Да, у вас это просто происходит значительно чаще. То есть потому что есть проект, вот на время проекта ты должен быстренько погрузиться во все контексты, синхронизироваться в экокультуру, туда-сюда, как-то там поработать, что-то поделать, и дальше, хоп, все, проект завершился, погнали в следующий, а в следующий все по-другому. Вот такой момент. Кстати, я тоже присоединюсь здесь к предыдущему оратору о том, что здесь не особенности, не столько проблемы именно удаленной работы, сколько особенностей бизнеса, которые заставляют сотрудников быть, уметь быстро переключаться между проектами, уметь быстро въезжать в новые проекты и выезжать из старых проектов. То есть это не столько, не сколько про проблемы именно удаленной работы. Это особенности бизнеса. Скорее про аутстав, аутсорс, проблемы, как их решить. И мне, кстати, интересно, это же довольно распространенная история, есть же вот это большие компании, которые делают консалтинг, и у них все процессы должны быть заточены под это. И я думаю, они-то умеют классно это решать. Мне интересно, смотрел ли Никита в сторону, то как делает это, например, тот же Palantir, как делает это PwC, как делает этот там же Ernst & Young. Они должны это уметь, они должны быть какие-то там best practices, там всякие гайдбуки и прочее. Смотри, то, что я видел, я не ходил, естественно, в эти компании, как ты назвала, я ходил, которая поменьше, поближе к нам, к IT, именно консалтингу в DevOps. Обычно у людей есть онбординг, у нас тоже есть онбординг, но он сделан внутри каждой команды по-своему. То есть кто занимается аудитом, человек его онбордит по-своему. Кто занимается большими длинными проектами, это там своя какая-то история. Но я не видел, чтобы был оффбординг. То есть, возможно, это тоже хорошая идея, что человек надо как-то разгрузить. То есть мы, на последний там у нас был хакатон, который был по процессам. Мы придумывали схемы, но, по-моему, это еще не реализовано нигде. Схема такая, что после проекта люди выгружают все данные с проекта, все наработки в какой-то, ну, какой-то единый, там, не знаю, сторож вики. Сейчас это, по-моему, сделано только на двух проектах. То есть после окончания люди выгрузили все содержимое, весь какие-то инсайты в какую-то систему. Потом их можно будет переиспользовать. Но вот это вот я не знаю, как это правильно сделать. Либо это делается в процессе работы, либо это делается после проекта. Если после проекта нужно какое-то время на это большое, там, неделю, например. А бывает, что нет времени после проекта, что ты занимался такими вещами. То есть как вот сделать здесь правильно, я, честно, не знаю. Но онбординг, да, он есть, он нужен, он почти, да, он в каждой команде по-своему сделан. Возможно, это он не сделан несколько кустарно, но при этом как бы это все работает. То есть когда у тебя спуск? Ага. Насчет онбординга, я типа по своему опыту понял, что, ну, типа, у меня тоже бывают часто разные клиенты. И если что-то непонятно, проще всего купить билет на самолет и типа прилететь в офис и там посидеть, пообщаться с ребятами, если есть офис. То есть если у людей нет процессов, если они не умеют тамбордить людей, или они думают, что умеют на самом деле и не умеют, проще и дешевле взять билет на самолет, прилететь в Сан-Франциско, потусить, пообщаться и решить все вопросы буквально. Это, кстати, классный совет, потому что обычно самое простое человеческое общение решает кучу проблем. Именно когда вы общаетесь не с кучей пикселей на экране, а именно с живым человеком, это делает огромную разницу. И что касается онбординга, я могу сказать, как это происходило в моей текущей компании, потому что я начала около полугода назад, и я провела первые две недели в Сан-Франциско, и первая неделя была именно онбординг, и онбординг в компанию, а не в какой-то конкретный мой проект. И этим занимались специальные люди, они круто это все сделали, они даже провели всякие прикольные, они делали специальные даже лекции, потому что было много людей со всего мира, которые приехали в Сан-Франциско, и, возможно, они до этого никогда не были в городе. Им рассказали, куда ходить, поесть, куда ходить, какие районы лучше избегать. Довольно полезная информация, и это было подано от человека, который просто был фанат города. Это такой просто человеческий подход, это очень классно, это очень приятно. И, опять же, учитывая, что во время онбординга начинало много людей, они были там из разных департаментов, там не только была инженерия, там были и сейлс, там были и саппорт, и все начинали одновременно, это классная была возможность просто пообщаться с совершенно разными людьми и как-то построить такие социальные связи с разными департаментами, что довольно полезно, особенно для людей в любых управленческих позициях, уметь общаться с другими людьми, иметь такие социальные связи. Но что касается онбординга, то вот когда онбординг разделен на такие две большие части, одна часть делается такая общая компанейская, когда специальные люди это делают, и вам не нужно этим заниматься, это круто, получается, от руководителя проекта забирается огромная часть работы, там разгружается мгновенно голова и ментальные ресурсы. И вторая часть онбординга – это непосредственно ваш проект в ваши текущие задачи. И вот это может быть сделано именно либо менеджером этого проекта, либо другими инженерами в проекте. И когда вот эти два процесса разделены, это получается куда более структурированный подход, который помогает четко определить, что от человека требуется. И еще, что касается онбординга, я могу порекомендовать очень классную книгу, называется «Она первые 90 дней». И она так называется «First 90 days». И она описывает про то, что нужно делать в первые 90 дней любой работы. И 90 дней разделяются на 30-30-30, и рассказывается, что нужно делать вот в каждую тридцатку. И очень часто, когда новые инженеры приходят в проект, первое впечатление – это то, что почему так все сделано странно, нужно все переписать, нужно все переделать, потому что кто-то, кто это делал до нас, они были странные люди и делали совершенно все неправильно. И чтобы как-то такое первое желание тормозить, его порой очень сложно, и не говорить людям какой-то ерунды, типа, ну, вы неправильно это все написали. Всегда есть какие-то причины. И вот эта книжка «Первые 90 дней» она дает такой, я бы сказала, фреймворк, подход к тому, как думать о начале работы, чтобы не сделать кучу ошибок в самом начале, потому что вас по ним запомнят, и может вам это впоследствии все окнуться. У вас там ссылочки есть какие-нибудь? Я бы добавила эту тушку. Да, мы в шоу-ноут обязательно добавим. Я, Свет, тебя тоже поддержу и дополню, что вот, мне кажется, тут идея того, что есть онбординг просто в компанию, она очень классная. Вот у меня тоже там оно такое было, потому что, ну, как бы ты там не изучал примерно, о чем там вообще компания, чем она занимается, да, ты все равно никогда не сможешь извне получить вот той самой какой-то такой основной информации, которая тебе может дать вот этот такой нормально, правильно сделанный онбординг именно изнутри. И у меня тоже такое было. Мы как бы, когда команды все вышли, у нас там собрала у нас там одна сотрудница, которая говорит, я добровольно этим занимаюсь, мне просто это нравится. Она нам просто рассказала, что за компания изнутри, кем она там была основана, чем она занимается, какие есть отделы. Сказала то, что там, условно говоря, хотя мы, в принципе, все команды удаленные, нам как бы в офисе-то особо там делать нечего, но тем не менее там кто отвечает, не знаю, за зарплату, кто отвечает там за больничные листы, за еще что-то. И ты буквально там за два часа своего времени получаешь сразу общую информацию о том, что, где, куда, кому, чего пойти. И это кажется очень классно. Вот, Сев, да, ты что-то хочешь запомнить, я вижу. Я типа, ну, сейчас тут как раз прикольная тема. Мне понравилась разница в подходах. Корпоративные 30-30-30. И типа просто текстом, типа вот у нас есть то, то и то. Мне кажется, это важная часть, что онборд в больших корпорациях, в которых там распределенный офис, все серьезно, серьезных счастья сидят. И типа и онборд в ремоут-конторах, где все распределенные, это типа абсолютно-абсолютно разные вещи. Ты, кстати, расскажи, ты же вот консультируешь много компаний разного вида там, да, и у тебя клиенты. Расскажи вот из своего такого бэкграунда, какие у тебя встречались клиенты, это как там происходило какое-то внедрение вот этого, ну, процесса тебя как, да, вот именно в какой-то уже там коллектив, в какие-то проекты. Окей. Я про большие и скучные компании. Я работал с одной конторой, у которой было около там 3000 инженеров. Это было в архитекторской команде. Я там рассказывать не буду, потому что там все было как раз 30-30-30, это вся фигня. Оно везде одинаковое, оно скучно, и я не уверен, что оно хорошо работает, но это работает на большом масштабе. Мне больше нравятся маленькие конторки. Ну, то есть я имею в виду не маленькие, а распределенные буквально. Я в одну из них пришел, и я начал делать просто штуки, они говорят, окей, давай, мерджи, вперед. Окей, замерджу запустил. Сразу мастер на прот прям вылил в первый день. Буквально, буквально. Типа, и это супер кайфово. И единственная сложность, эти ребята, которые делают распределенную команду, они очень сильно экономят на вот этих процедурах, на онборде, на вот этих всех сложных процедурах, потому что эти процедуры надо знать, их надо поддерживать. Надо, чтобы человек, который этим занимается, отдел, наверное, там 20 человек, которые сидят, смотрят, как кого-то онбордят. Вместо этого они тратят время и силы на хайринг, и буквально практически все команды, которые распределенные, они очень сильно заостряют внимание, что мы хотим работать с людьми, которые уже работали в распределенных командах, которые уже знают все эти штуки, чтобы не надо было заново объяснять. Интересно, интересно. Паш, ты тоже, да, что-то хотел дополнить. Да, мне хочется как бы посмотреть в сравнении с тем, что было сказано, с этими масштабами и с этими возможностями летануть в Сан-Франциско на бординг. Мне хочется... Это, кстати, абсолютно легальная идея. Да-да-да-да, нет, ничуть, я не стебусь ни в коем разе, я просто хихикаю, это такая, знаете, уже... Ну, у тебя в Воронеж тоже, видишь, как бы, раз и... Местечковый такой, да, в Воронеж и хрен догонишь, да. Такой местечковый уже юмор. Ну, дело в том, что наша компания, она очень-очень распределённая, вплоть до того, что как бы в основном, основная масса из наших более чем 100 человек, это как раз, вот как раз-таки практически 100 человек, аккуратненько размазаны по всему бывшему Советскому Союзу, и мы отдаём себе отчёт, что в нашей команде работают люди, которые, в принципе, являют из себя такой вот тайный или явный орден боевых социофобов, то есть людей, которые наслаждаются своей приватностью и которые сознательно выбирают такой вот способ работы, именно находясь друг от друга на расстоянии, активно используя средства индивидуальной коммуникации, вот эти вот все, которые у нас сейчас скоро запретят в Российской Федерации, но, надеюсь, не успеют, мы к тому времени разобьём ещё что-нибудь новое. Вот, то есть мы используем мессенджевые платформы, всё на свете, и бординг у нас также устроен вдогонку вот этому вот совсем-совсем распределённому характеру. У нас есть, например, буткэмп, которым как раз ваш покорный слуга и занимается, такой буткэмп, он же инфраструктурный проект, он же экспериментальное поле для всевозможных задумок, выдумок, внедрения языков и прочей-прочей. То есть вот такая вот интересная штуковина, где стажёры стажируются, где проводят время между своими коммерческими проектами ребята, которые временно оказываются вне команды какого-то коммерческого проекта, ну, потому что клиенты приходят, клиенты уходят, происходит какая-то такая ротация, какие-то... Есть всегда пул программистов, которые не заняты вот прям непосредственно на проектах, и они все находятся в этот момент в моей команде, и мы вместе делаем дела и готовим людей новых, вводим их в наш общий коллектив большой и смотрим, как они адаптируются, как, насколько они адекватно работают именно в удалённой команде. Бывают случаи, когда люди не проходят этого своеобразного испытания и уходят, потому что, ну, вот человек выясняет, что не получается для него работать вот в таком вот режиме. Бывали такие случаи. Вот. Но в основном, как бы, HR у нас более чем адекватный, и мы выбираем всё-таки людей, которые хорошо под нас подходят. Но интересно именно то, что у нас вся эта история именно про совсем удалённое местонахождение. А мне интересно узнать, какие специальные процедуры или какие специальные интервью вы делаете, чтобы понять, что человек действительно впишется вот в эту конкретную культуру компании. Есть... Я, типа, видел нескольких классных практик и сам их использую, потому что я для клиентов часто нанимаю ребят. И есть две офигенные практики. Одна из них, это если команда полностью распределённая, я не помню, я у кого-то подсмотрел, они добавляют человека в скайп, в гостевую комнату. Добавляют всех инженеров, кому интересно, и трыдят с ним неделю просто на любые темы. В асинхронном режиме. Все сидят, общаются, всем хорошо, всем нормально. И, скажем так, более-менее понятно, что человек может делать. Вторая штука, которая суперкрутая, делать платный проект с человеком. Просто говоришь, давай с тобой сделаем платный проект на базе задачи, которая у нас сейчас есть. Вот у нас есть задачка, мы с тобой вдвоём садимся и делаем proof of concept. Тратим 4 часа, оплачиваем человеку время, ну или там нужно день потратить, зависимо от того, какая задача, лучше часа 4. Вместе с ним сидишь, делаешь взаимодействие, смотришь, как человек тебе говорит, смотришь, как он реагирует, как с ним легко договориться о времени или не легко с ним договориться о времени, как он фокусируется. И это всё, типа, просто в зуме, в хэнгауте сидишь, общаешься. Слушай, ахва... Как это работает, если у человека есть full-time работа и человек интервьюируется во многие компании? Вот здесь такая штука, что часто удалёнщики, люди, которые поработают удалённо, они на full-time, ну, типа, идти на стационарные работы ходят очень редко, из-за того, что, ну, есть... Это просто другой темп работы. И люди, которые умеют работать удалённо, скажем так, они всегда могут найти время. Ну, это я знаю, я думал, что это, типа, я такой особенный, а потом просто поработал с другими людьми, которые любят работать удалённо и в распределённых командах. И оказывается, мы всё-таки просто можем найти время, у нас нет такого, что всё расписано, нет такого, что... Ну, не знаю. Ну, тут сложно только в первый раз, когда ты работаешь full-time, и вот тебе так, то есть ты вынужден либо там брать какой-то, не знаю, там, день условно за свой счёт, ещё что-то как-то. А когда ты удалён, это вопросов нет. Я с тобой согласен, потому что, как бы, найти 4 часа там в течение дня, если тебе это надо, ну, окей, я там вечером, я тоже, знаешь, как бы вот работаю удалённо, я могу там днём смотаться в магазин, потратить там 4 часа времени, не знаю, там, с женой, но я потом, знаешь, я их там вечером сам как бы там доработаю, ну, то есть я сам себя контролирую, условно говоря. Да, самое главное, что все мы люди, и как раз по тому, как человек сможет найти это время, это видно, ну, типа, как человек думает. Либо человек думает, что за него там найдут время, ему выпишут, скажут вот чётко там в рабочий будний день будь. Я вот в конторе, в которой я сейчас консультирован на full-time, я с ними проинтервьюировался, и они мне сказали, типа, всем надо сделать такой проект. Я говорю, вау, классная идея, мне понравилась, и говорят, ну, мы тебе скинем доступ, давай во вторник сделаем. Ну, это было в пятницу дело, в следующий вторник, давай договоримся. И скидывают доступ в течение, там, 15 минут. И я пишу инженеру, говорю, ты готов сейчас? Он говорит, готов. И мы, типа, сели там до 3 часов ночи, посидели, поработали. Ну, то есть для меня до 3 часов ночи. И было супер быстро, супер в кайф, и вообще не отходя от часы. И я точно так же, ребят, собеседовал, если человек начинает что-то выдумывать, у него, там, на этой неделе не получится, на той неделе, ну, там, еще что-то. Значит, с ним сложно договориться. И это важная часть. Ты в этом говоришь, как будто в чем-то плохом выдумывать что-то. Просто у людей могут быть очень много разных, там, вещей. У людей могут быть, там, дети, которых нужно собрать, там, собрать садика. Могут, они могут болеть, могут быть, там, не знаю, всякие зал, тренажерка и прочие курсы, whatever. Ну, то есть, это очень, ну, то есть, мне не нравится об этом судить, но судить о том, что у человека сложный, забитый график, и судить об этом так, что с человеком будет трудно договориться, только на основании этого. Я ничего не говорю, я не осуждаю такую работу. Но если человек, если с человеком сложно договориться про интервью, это означает, что с ним сложно договориться. И то, что у человека миллиард планов, я не говорю, что этот человек плохой, это замечательный человек. Но договориться с ним сложно. Найти с ним в время сложно. Я не говорю, ну, это... Вроде... Это... Меня раньше осуждали, что я на интервью сдавал очень сложные вопросы, там, про системные вызовы и про всякую такую фигню. Я не свидал о том, типа, какой инженер будет. Я спрашивал то, что мы делаем реально каждый день. Ну, типа... Можно этого всего не знать, просто работать будет сложно. Да, да, давай, Паш. Ставлю свои пять копеек. Значит, смотрите. У нас, ну, во-первых, опыт, конечно, опыт, 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 и еще раз опыт. И уж когда работаешь в этой истории лет пять и больше, ты... А я еще занимаюсь как бы HR-ом, я активно участвую в собеседованиях, и те новобранцы, которых я себе приласкаю на собеседованиях и дам им положительную галочку, они же ко мне потом и в буткемп придут. Это, кстати, очень отрезвляет. Очень отрезвляет. А к тому же я еще в этом году преподаю студентам в Бауманке, чуть-чуть слегка, ассистентам кафедры. И это отрезвляет еще больше. То есть, когда ты видишь, откуда, в принципе, программисты берутся, из чего они растут. Но это ладно. Смысл какой? Когда мы ведем собеседование с человеком, само собеседование проходит в несколько этапов. Сначала HR беседует с кандидатом, просто определяя его какие-то коммуникативные скиллы. Я не люблю слово «софт-скиллы». Скиллы – это скиллы. Значит, мы определяем коммуникативный профиль человека. Мы не профилируем человека. Нет, мы определяем его профиль. Это я научный термин сейчас говорю. То есть, не менеджерский. Вот. И дальше, когда мы начинаем техническое собеседование с человеком, человек сразу знает, что он придет работать в удаленную команду. за исключением редких случаев, когда он, например, из Воронежа или еще откуда-нибудь, где у нас есть офис или из Москвы. У него может быть опция поработать в офисе. Но человек сразу знает, что у нас все удаленно будет и что ему придется коммуницировать тоже удаленно. И общаясь, а у меня есть с кандидатом вот полтора часа технического собеседования, и ведя с ним разговор, ведя с ним протокол вот этого опроса. У нас формализована беседа. То есть, у меня есть опросник определенный, по которому я иду, по которому я формальные баллы какие-то начисляю, отмечаю, делаю какие-то пометочки, пока человек мне все рассказывает. Я, ну, во-первых, это не один делаю. При мне сидят еще дополнительно кто-нибудь. Кто-нибудь технически поумнее меня, кто-нибудь психологически поумнее меня обязательно. То есть, мы не в одиночку это делаем. Мы в последнюю очередь... Это все удаленно тоже происходит? Да, да. Собеседование всегда происходит удаленно. Собеседование всегда происходит вот в Google Meet'е. Подключились, поехали. Даже в основном без включенных камер. Ну, что на нас смотрит? Ну, что это? Боже мой, не брился три дня. Это, кстати, важная штука. Я потом хочу про камеры поговорить. Ага, ага, ага. Это очень хорошая тема. Да, это визуальный контакт и так далее. Мы не обходимся без него, но не всегда. Иногда обходимся. Так вот, на что я хочу все-таки упереть в своем затянувшемся рассказе? На то, что, беседуя с кандидатом, мы обязательно оцениваем, обращаем внимание на его коммуникативные навыки. и на то, как эти навыки связаны с теми знаниями, которые он показывает на техническом плане. Мы отдаем себе отчет, что собеседование – это всего лишь собеседование. В том, что человек, ты не раскроешь его, не прочитаешь как книгу. Даже если ты Михаил Лобковский, и у тебя безумный опыт в психе и в терапии. Вот в этом во всем. Мой папенька называл их психопатами этих специалистов. Ну вот. То есть, я даже, когда делаю отзыв на кандидата, я обязательно, хотя бы из своих, того, кого я менторю по части собеседований, ребят, я обязательно заставляю их обращать внимание на вот этот вот коммуникативный профиль. Я это так вот называю. То есть, как человек реагирует. Вот знаете, есть такое, есть такое интересное у меня, субъективная такая точка. Есть такая вещь, когда человек в удаленной коммуникации начинает вязнуть. Вот он становится такой, сами понимаете, да, то есть такой вот вязкий в реакции. И вот эта какая-то вязкость в реакции, вынужденность его реакции, напряженность. Ну, это напряжение, как вот уже возвращаясь в своей первой профессии, к физиологии ума. Я скажу, что есть такое понятие, как эмоциональное напряжение. Когда человек быстро вырабатывает эмоциональное напряжение, когда это напряжение возникает у него в общении, это читается, это считывается, а специалистами это считывается явно. Мы обязательно это учитываем. В дальнейшем онбординге бывает так, что вот эта вязкость, вот эта напряженность, она начинает проявляться массивно. И человек не просто избегает, избегает чего-то у нас, дейликов, например. Ну, потому что у него дитё надо везти в школу, от чего бы и нет. А когда он избегает дейликов, и ты видишь, что он напряженно потом пытается объяснить, почему это происходит, и, как уже отмечалось, тут не столько, но праздное дело взрослым людям лезть в распорядок друг друга и выяснять, почему ты двухнедельный, точнее не двухнедельный, а вот двухдневный прогноз растянул на три недели, и что такое, как так случилось. Это праздное дело. Фактически мы стремимся весь вот этот вот профиль сводить к объективному, к объективной способности человека, объективно оцениваемой способности человека синхронизироваться или не синхронизироваться с командой. Если человек не синхронизируется, мы просто выходим на беседу и говорим, что, послушай, ну, возможно, тебе было бы лучше найти другую команду, либо другой режим работы, либо все-таки найти офис, их вот тут вокруг полно, пожалуйста, можно и там. Вот так. Да, интересная мысль, я вот тоже как раз таки дополню, что мне кажется здесь, понятно, что у всех там свои дела, вот это как бы аргумент там, что Сева говорил, но в течение недели, если ты как бы хочешь там, собеседуешься и хочешь, планируешь выйти на новую работу, но я думаю, что в течение недели всегда можно на какой-то день найти, сказать, да, у меня не получится там в понедельник-вторник, но вот я думаю, что в четверг, наверное, норм. И как-то вот потихонечку спланировать, разгрести и к этому подойти. Мне кажется, это нормально. Да, оно всегда интерактивно, очень живо решается. Дело в том, что когда люди привыкают, что от них работа никуда не уйдет, в плохом смысле этого слова, да, и команда от них тоже никуда не уйдет, и вот когда люди друг к другу привыкают, а на привыкание, да, уходят, вот эти самые как минимум, я вот ставлю минимум такой три недели, да, минимальный навык коммуникативный в удаленной команде. Минимальный навык – это три недели, мы через три недели уже начинаем понимать, вязнет человек или не вязнет, да. А, естественно, у нас корпоративный предел, это те самые пресловутые 90 дней, в течение которых человек бордится, в течение которых он там как бы стажируется, и в течение которых мы решаем работать ему дальше или нет. Кстати, у нас всю эту, всю дорогу человек работает в основном на фиксированной ставке, но получает по-честному, как взрослый программист, ну, в смысле, как уже... Ну, то есть не заниженное, как обычно там бывает. Да-да-да, доброй старой, доброй старой советской привычки платить... Заниженная ставка, это где-то еще бывает? По-моему, это нелегально так делать. Да, это нелегально так делать, но мы же... Я не знаю, как вы, но мы тут в России живем. У нас тут... У нас тут... У нас тут нет. Не знаю, как вы там в Москве и в ваших там не знаю где. Киев. Но у нас в России, да, но у нас в России есть такая вещь, что вы знаете, что есть такие мотивы. Есть, во-первых, еще есть люди, есть менеджеры, которые ударились головушкой о землю русскую, как говорит мой хороший друг, кстати, из Киева, ударились головушкой о землю русскую настолько, что усвоили вот этот добрый старый паттерн... Привет, 90-е. Да, добрый старый паттерн, назовем его так вежливо, презумпцией недобросовестности со стороны работника... Да-да-да-да. Которые заставляют начальника напряженно ждать фейла со стороны работника. Естественно, это читается в языке коммуникации обязательно, и работник, соответственно, начинает напряженно ожидать подставы со стороны своего хозяина и так далее, и так далее. И одним из простых, простейших материальных следствий этой истории – это опасение... Ну, скажем так, по документам человеку платят правильную зарплату. Но мы же знаем, что по документам... Ну, да, там, возможно, разные способы еще, как трудовой договор со Сталином, в котором явно прописано, что первые три месяца... Для своих все подряд, для врагов закон. Да, и вот бывают, конечно, еще у нас... Я бы не сказал... Кстати, такие штуки стараюсь очень четко решать. И, ну, то есть, я часто, когда прихожу в конторы, которые пытаются построить удаленный процесс, ну, собственно, я в двух конторах так строил, я имею в виду, именно распределенный-распределенный процесс, типа, P2P и все такое. И вопрос доверия – это невероятно важный вопрос. И, типа, буквально я говорил с СТО, что когда он приветствует новых людей, ну, то есть, я, типа, нанимал ребят и говорю, с СТО общается, и с СТО тоже проговаривали эти вещи. Ты должен им максимально изо всех сил доказать, что ты их любишь, ты за них заступаешься, ты их уважаешь, ты должен это проговорить вслух. Ладно сказать, типа, эй, Джо, я тебя люблю, мы тут все вместе делаем одно дело, мы классные, я тебе верю и доверяю. Вот. У нас есть, типа, разные штуки, как мы проверяем, у нас есть задачи, вот я такой-то список делал, типа, через столько-то мы ждем результат, это для начала. Но вот именно ощущение, типа, любви и доверия – это, типа, невероятно важная штука, и без нее построить распределенную команду очень-очень сложно. Ну, я говорю про продуктовые команды, не про усерсинг-двы. Я бы сказала, что это для любой команды валидная история. Не только для распределенной команды. То есть вопросы доверия – это первоочередные, первостепенные вопросы в любой команде. Если его нету, то никакая команда не будет работать. И неважно, распределенная, либо команда, которая в одном офисе сидит. Ну, есть еще такая штука, что если ты человеку не доверяешь, и подходишь к оценке его работы таким образом, то он в итоге фейлит и скатывается. Ну, это известная тема. Вот, если наоборот. Тут даже вопрос не в фейле. То есть, типа, я как DevOps, типа, DevOps возник из-за метрики time-to-market, типа, времени, когда все выкапывается подальше. И, естественно, сейчас DevOps решает этот вопрос на всех уровнях, то есть на уровне культуры в том числе. Проблема не в фейле. Ну, все фейлятся, какая разница? Проблема в том, что похожие штуки создают накладные расходы на коммуникацию. А накладные расходы на коммуникацию замедляют релизы, замедляют фичи, все начинают писать документацию, начинают прикрывать свои задницы, начинают, типа, ну, например, почему blameless, postmortem везде сейчас вводятся. Ну, или уже ввели из нормальных контор. Именно из-за этих штук, чтобы все было быстрее, чтобы все было прозрачнее. Слушай, ты, кстати, хотел, да, мы сейчас про это еще поговорим про всякие инструменты, которые есть, мне кажется, которые используются в таком вдаленных, распределенных командах и как, собственно, их использовать для оценки и улучшения всех этих процессов, да? Но ты, Сев, хотел добавить что-то про камеру. Я думаю, как раз-таки, пока мы не ушли от онбординга и вот это процессы первого собеседования, возможно, в этом контексте. Да. Я считаю, что, ну, это, типа, все к тому же к личному общению. Типа, если команда распределенна, это не означает, что, типа, каждый сидит в своем углу и еще работает, ни с кем не общается. Очень важно набирать таких людей, которые, ну, вот, например, недавно в Киев прилетали ребята из Сан-Францисто, чтобы им интересно, было интересно пообщаться. И заодно прилетели ребята из Греции. Я в Грецию летал, там три человека сидит, в Афинах, причем, типа, двое в каворкинге, один из дома. И в октябре летал в Грецию. Просто, чтобы, ну, посмотреть Афины, пообщаться с ребятами, попить кофе, потусить. Это, типа, важная штука. И поэтому я всегда заставляю всех включать камеры, добавлять аватарки, добавлять аватарки в гитхабе, чтобы было видно лицо. Потому что от того, как сказана фраза, от того, как человек выглядит, момент, когда он эту фразу говорит, многое что зависит. Это я знаю по себе, потому что меня часто интерпретирует как достаточно грубого человека, который может говорить прямые вещи. И прямые вещи могут интерпретироваться, скажем так, сложно. То есть я легко даю фидбэк, легко получаю фидбэк. Многие компании это ценят, но некоторые люди сложно понять. Поэтому, когда ты в живую говоришь с улыбочкой, с тактом, с расстановкой, когда видят твое лицо, это намного, намного, намного приятнее и понятнее и позволяет избежать большого-большого количества проблем. Кстати, об улыбочках. Мой вам совет как настоящего физиолога, когда улыбаетесь, чуть-чуть смежайте веки. Это, это, сейчас, вот сейчас вы можете посмотреть на себя, как вы улыбаетесь сейчас, это правильная улыбка. Вот это. Это жутко. Это очень страшно выглядит, слушай. Это просто страшно. Понимаете, да, в чём дело? Это у нас, это у нас эволюционно заложено. Растягивание углов рта и демонстрация зубов при широко раскрытых глазах, рассматривающих собеседника, во всём животном мире, называется оскал, а не улыбка, является признаком угрозы. Когда мы с вами ещё лазили по деревьям, и нам надо было быстренько, быстренько понимать настроение друг друга, вот, и соответствующее быстрое действие осуществлять, там, бежать, не бежать, прятаться, там, кричать. У нас это запрограммировалось, и до сих пор это используется. Сейчас, Никит, буквально секундочку. Я просто хочу сразу сказать, что лучше работать в тех компаниях, где улыбаешься искренне. Если надо себя учить, лучше просто изменить место. Ну, это на самом деле тут страшен сон до милости в бог. Чаще всего такие штуки решаются сами собой, и в удалённых командах всё-таки вот этот стресс, стресс длинных коммуникативных транзакций, он всё-таки фильтрует людей. И люди в основном всё-таки в удалённых компаниях уравновешиваются, вот в равновесном составе остаются те, которые именно любят этим заниматься. И это как бы нас немножечко спасает. Да, Никит, ты там хотел сказать. Да. Паша, твой и Сева, твой поинт про камеры навёл меня на очень такую интересную мысль. У нас в компании всё-таки, ну, мы хоть работаем по командам, да, но есть, естественно, общий space, да, это Slack, где все общаются. И у нас не тренировка была такая проблема, что люди общались только по работе. То есть я знаю, что есть проблема, что люди постоянно трендят и там просто гифками засыпают весь чат. У нас была обратная ситуация. Все молчат. В компании тогда было, по-моему, человек 23, ну, то есть не то, чтобы там их было 5, их было совсем много, но все молчали, и это такая была забавная вещь. Человек к нему приходит в компанию, видишь, все молчат, и он молчит. Что это за тяжёлая давящая тишина? Это рыбобаски рвели. Да, да, да. Общение было в приватных каналах в итоге. Да, да. Да, я такое видела. Меж собой, да. Что мы сделали? Это было примерно год назад. Мы сделали чатик-бубнилка, в котором можно накидать что угодно. То есть гифки, видосики, ну, в общем, как обычно, у всех есть что-то похожее. Вот. В целом дело пошло. То есть там вот сейчас открываю чат, там какие-то последние мемасики из интернетов есть. Вот. А проблема дальше в другом. Люди начали... Ну, они что-то кидают, и никакой реакции нет на это. То есть в Slack и в целом можно поставить этот реакшн, да, на каждое сообщение. Потом мы сказали, давайте, короче, на какие-то вещи реагировать. Хотя бы банально там, типа, глазки поставить что-то в C. Ну, я тебе посмотрел на это. А как вы это коммуницировали? У нас такие на код-ревью, please, глазки, ребят, сразу рисуют. Да, да, да. Как вы это коммуницировали? Вот расскажи. То есть, когда ты пришел и говоришь, так, нам нужно в Slack и реагировать на сообщение. Как вы это говорили? С каналом у нас была такая штука. Когда мы сделали канал Бубнилка, у нас была такая штука, у нас был хакатон, и там было, по-моему, что-то про коммуникацию. Не помню, что это было конкретно. Вот. И вы выяснили, что людям негде просто поболтать. Сделали каналчик. А по реакцию, это, по-моему, тоже был очередной хакатон, на котором мы обсуждали шаринг знаний, почему люди не делятся какими-то там кусками там свою работу, да, и выяснилось, что люди делятся, но на них просто не реагируют, например. Они реагируют по разным причинам. Например, человек просто занят очень сильно. А если есть каналы общие, есть каналы достаточно приватные. Они открыты, просто мало людей, например. Восемь человек, например. Какой-то маленький проект. Люди просто не успевают, надо это читать, потому что у них очень много работы. Или прочитали, но по существу нечего сказать. Такое тоже бывает. И мы просим ставить какие-то галочки, типа, я тебя услышал, как бы не пенально это звучало. Ну, что-то такое. А как это было прокоммуницировано, в последний раз мы это объявляли на каком-то общем собрании и написали, собственно, текстом в слайк. После этого это заработало, но в целом это работает сносно. То есть не то, чтобы прям вот все на ура воспринимают любое сообщение, но при этом, если особенности какие-то вещи, которые не относятся к какому-то проекту, относятся в целом к компании, они реагируют. Один-два человека, но все-таки там даже какой-то осмысленный текст появляется. То есть самый такой тяжелый для нас кейс, это когда человек пишет портянку текста, а реально большую. Смысл которой надо понимать, то есть надо почесть, понять, что написано, подумать, да, это реально моя проблема, как-то со мной это связано, и что-то тоже портянку набросать. Это самое сложное, потому что людей, это тратит своих энергии на это, на это и не очень важно и прочее. Ну вот сейчас у нас, получается, в компании 27-28 человек, и это начнет работать. То есть люди отвечают на такие большие посты, сейчас, секунду, отвечают на такие большие посты, как-то более-менее. С реакшнс, типа, просто я прочитал, я там увидел, я там согласен, не согласен, просто работают хорошо, люди ставят под каждым постом какие-то свои плюсики, минусики, огонь там, не огонь, это все такое. Сева. Это, кстати, очень важно для распределенных команд, потому что при общении вживую мы видим все эти реакции, мы видим все эти эмоции, мы понимаем, что вот человек сейчас там прочитал что-то, и нам не нужно какой-то дополнительный фидбэк. Когда речь идет про распределенную команду, то мы не знаем, там, прочитал человек, не прочитал. И вот поэтому получать эту обратную связь в виде, не знаю, смайликов, в виде каких-то сообщений, в виде хоть чего-то, это супер важно становится, и это прям нельзя как-то очень-очень плюсую к этому. И возникают еще такие тонкие нюансы, типа, если вы идете, не знаю, на обед, то если вы работаете в одном офисе, то все понимают, что вы сейчас пошли на обед примерно там в обеденное время, и вас там не будет плюс-минус минут 30, например. Если вы работаете удаленно, распределенная команда, то вы не знаете, когда ваш коллега ушел либо ушла на обед, и если нет никакого механизма обратной связи, не знаю, будь то какое-то сообщение в слайке, либо какой-то, не знаю, смайлик, либо что-нибудь такого плана, которое сигнализирует об этом, то очень сложно понять, что как-то человек внезапно исчез и не отвечает на сообщение. Вот такие маленькие нюансы, они на самом деле сильно влияют на ощущения от удаленной, распределенной команды. Да-да, можно я тоже дополню. Вот, знаешь, я, Свет, никогда не думал, когда раньше работал в офисе, и вот все эти, знаешь, когда вводили там в гитлабе появились смайлики, вот эти реакции, думаю, боже, зачем эта фигня нужна, ну что вы вот так как маленькие дети, думаю, боже. А вот сейчас, когда вот в удаленной команде, я реально этим пользуюсь постоянно, то есть как бы Merge Quest, ты там поставил смайлик плюс один, да, посмотрел, все клево, то есть ты неявно, подсознательно, вот уже как-то, ну, в коллективе оно складывается, что там какой-то смайлик плюс один означает, вот... Ну, это даже сленг такой, что типа, ребята, Merge Request или Pool Request готов, давайте пальцы собирать. Да-да, это как самый простой пример. И вот второй момент тоже очень важный, который Света сказала, что про поводу там обеда и прочего. Мы, например, у себя в команде сразу, поскольку мы там даже в разных чуть-чуть часовых поясах, но это не принципиально, факт то, что распределенных друг друга не видим, просто завели отдельный каналчик, который назвали там типа обед или там онлайн, условно говоря, ты просто уйдешь на обед, ты просто в этот каналчик кидаешь сообщение. Я пошел на обед. Все, мы знаем, что Вася пошел на обед, пришел, написал, потому что вот эти... Ну, раньше, например, когда там какая-нибудь Аська и кто-нибудь пользуется, да сейчас в мессенджерах, по-моему, вообще-то его брали. Раньше можно было поставить, типа, ушел там, и вы. Сейчас же ты же всегда онлайн, сейчас же не... По-моему, в стакусе есть. В слэке можно... Слэке такое есть. Но тебе нужно какое-то телодвижение делать для этого. Но я знаю, есть механизмы... Да, ты можешь в своем календаре отметить эти обеды, и тебе будет слаг синхронизироваться. Мне кажется, что здесь очень важно, чтобы это было именно тобой, ручное. Обязательно не просто автоматически куда-то, что-то, чем-то где-то, а именно, что ты сам осознанно скажешь, ребят, я пошел на обед. Это то же самое, как ты своему коллеге реально говоришь, слушай, Вася, я на обед пошел. То есть не просто оно автоматом сработало, когда ты там встал, ушел, там датчик, я не знаю, на стуле у тебя там кнопка, что ты встал. Да, вот важно именно, чтобы это было осознанное действие. Мне кажется, в этом... А зачем это вообще надо? Я имею в виду, сколько я работал в распределенных командах, я никогда никому не говорил, когда я иду на обед, когда я занят, когда я не занят. Потому что процесс должен быть построен таким образом, чтобы немедленной реакции на сообщение, чтобы она была не нужна. Смотри... Знаешь, что такое человечность, что ли, в этом есть? Да, да, да. Я знаю, что, допустим, в такое-то время, примерно эти ребята где-то есть. Я напишу этот вопрос, они мне ответят со смайликом через два часа, через три часа. Ну, или просто сразу ответим, и мы зацепимся и пообщаемся. Даже просто разные способы общения. Если работа выстроена асинхронно, то немедленного ответа... Ну, то есть, типа... Я не знаю, когда... Ну, то есть, когда человек общается, он говорит, я иду на обед, это ок. Если человек, который мне не отвечает, то, типа, ну, офф, не отвечает, он на обеде, может быть, или занят, или выходной сегодня, я не знаю. Да, это... Был замечательный случай у нас. Парень, известный своей прилежностью, внезапно пропал со связи, оказалось, ему там... Сосед, сверля свою стену, ему трубу просверлил. Ну, ничего, даже... Такое вот бывает. Ну, для этого, да, для этого, собственно, вот эти вот быстрые-быстрые какие-то мемочки в общих каналах. Я как раз за то, чтобы поощрять овер-коммуникацию, и как раз в удаленной работе, типа, в распределенных командах необходимо овер-коммуникация, овер-эмоциональность. Я постоянно поощряю болтунов, постоянно поощряю людей, которые ставят миллиард смайликов, сам ставлю миллиард реакшнсов, загружаю новое. И, типа, это важная часть, и это надо поощрять, надо именно говорить, как классно, ну, чтобы это с руководства шло. Я имею в виду, типа, я-то сам поощряю, но я заставляю обычно еще C-левел ребят точно так же это делать, точно так же ставить все смайлики, проставлять, потому что, ну, все повторяют за начальством. И, ну, то есть, и если начальник, типа, участвует в рандоме, там, закидывает какие-то рандомные темы, то и все начинают тоже закидывать в рандом. То есть, я, типа, буквально иду к вопросам и говорю, типа, так, вы должны писать в этот канал, вы должны ставить реакшены по сообщению, чтобы это заработало. Ну, прям, я так один раз делал, но, типа, буду делать так в будущем тоже. Не-не, запустить, запустить этот, стартануть вот этот механизм, это важно. И, конечно, оно должно идти с начальства, тут как бы с руководством, ну, бесспорно, это понятно. Главное, чтобы дальше оно завелось, знаешь, как бы движок ты завел, и все, ему уже как бы аккумулятор не нужен, он уже просто как бы генератором вырабатывает достаточно энергии, чтобы поддерживать вот эти вот реакции, накидывание обратной связи. Вот. И здесь важно, когда новый человек приходит, чтобы он увидел и вот эту открытость почувствовал с первых, с первых, как бы, скажем так, каких-то слов своих, там, текстов, да, сообщений. Вот. Я, например, тоже, когда приходит новый человек, я, понимаешь, ну, как и в том числе, как тем лид, как бы доберу на себя эту ответственность, и как бы, понимаешь, что человек даже пишет кому-то вопрос, человек ему не отвечает, я там тут же прям, ну, просто открыт, там, Вась, привет, ответь ему, ну, как бы, чтобы немножко, вот, знаешь, подтолкнуть людей к, чтобы, с одной стороны, новые члены почувствовали, что они не так, что там написали, и вот они там три часа в неведении каком-то. Да, кстати, я помню, когда я в басфиде начинала, мой менеджер, когда я начала, он мне дал такой огромный документ, ну, как огромный, там, на три-четыре страницы, и там было описано разные слэк-каналы, на какой канал мне нужно присоединиться, и что там интересного происходит. И там были не только рабочие, но там и нерабочие каналы были, что очень здорово, очень круто, и это мне очень понравилось, такой человечный подход. Плюс ещё было очень, мне очень понравилось то, что первые, по-моему, пары недель были расписаны с митингами, то есть у меня вот в календаре уже были поставлены митинги, что вот, Света, поговори с этим человеком про архитектуру вот этого сервиса. Там был час митинга забит уже в календаре. Там, с этим человеком поговори вот про этот сервис, с этим человеком проговорили про нашу инфраструктуру. И это так классно, потому что оно как бы за вас уже спланировано, и вам не нужно дополнительно как-то узнавать, а кто знает про вот это, расскажите, кто может мне помочь с этим. У вас это уже было, и мне понравился такой подход. Оно было прям супер круто сделано. Я как раз с другой стороны. Я типа со стороны тех ребят, которые сами все находят, сами все выясняют. Но тут я просто хотел бы важную штуку сказать про то, что важно во всех удаленных компаниях не писать приватные сообщения. То есть, типа, как можно меньше писать приватные сообщения. Приватные сообщения для частного разговора. Если ты хочешь что-то узнать, ты пишешь в канал. Обязательно. Поэтому, если у тебя есть вопрос, ты просто пишешь в канал, и тебе кто-то ответит. Если кто-то пишет в канал, ты точно так же заходишь и отвечаешь. Ты не знаешь, у кого спрашивают. Ты отвечаешь на вопрос, который задают в канале всей команде. И это типа вновь. Я имею в виду, что вынести общение из приватных сообщений в канал. Никита? Сева, у меня прям к тебе есть не то что оппонирующее мнение, а скорее такое, да, это очень здорово. У нас прям реальная проблема, что люди очень много общаются в приватах. Когда я спрашиваю, а почему вы так делаете? Почему в приватах? Они говорят, ну смотри, я пишу в публичный чат в 11 часов утра. Все в это время уезжают на проект, кто-то там приходит в офис, что-то такое. Эту чат мне только в 4 часа вечера, в 5 часов вечера. При этом вопрос мой висит, например, в 6 часов. Я, этот реальный кейс реального коллеги, я чувствую себя как-то не очень комфортно, потому что то ли я какую-то херню, извините, то ли я что-то странное спросил, то ли я в целом тот чат написал, то ли что-то такое еще. То есть непонятно, что с этим делать. В общем, мы, конечно же, говорим, что, да, чувак, ничего страшного, у тебя висит сообщение. Ну, как бы, как вы сейчас когда-то ответят. А когда ты пишешь в приват, человеку приходит нотификашка, на его там телефончик, что ему, например, в приват. Это все быстро решается в коммуникации, он отвечает в сообщение, там, в чьи-то все решается. Я сейчас со стороны, ну, с коллегами, с которыми я не постоянно работаю, просто подхожу к человеку и говорю, слушай, пожалуйста, не пиши в приват, прям лично. Подхожу, там, если он в офисе сидит. Вот, и это очень медленно работает, потому что люди уже привыкли за какое-то время, там, за сколько лет мы работаем, да. Все какие-то вопросы, знаешь, мне это просто считается, что неудобно в фабрике обсуждать. Например, у нас есть какие-то чаты, есть документы. Вообще не про компьютеры, а просто про документы. Договор, там, еще так, тут-то все. Там люди в закрытом чате, это закрытый чат, обсуждают деньги. И то они суммы скидывают в приваты. Казалось бы, у тебя там 4 человека, которые с документами работают, с одним и тем же документами работают. И все равно пишут в приват. У меня вот на это ушло, наверное, несколько недель, чтобы я просто говорил, слушай, ты, да, пожалуйста, не пиши сумму договора в приват. Он так и так известно всем, например, да. Мы общаемся на четверых, например. Это как бы одна штука, да. Вторая просто в привате реально быстрее сейчас. Это вот у нас такая штука. И в привате тебя не могут зашеймить. А в общем чате тебя могут зашеймить. Причем все же хитрые, все знают, что ношейм культура, но блэмлесс, поэтому никто не шеймит впрямую. Ну, потому что это такая тоже тема, что люди просто отвечают на момента токсична. Причем как бы очень так, что ты пришел, что тебя не очень, но при этом ничего такого не сказал. Вот эти все вот эти вот известные... Увольняйте токсичных людей. Слушай, как бы... Типа, я от всего сердца говорю, я много раз увольнял токсичных людей. Типа, вот без объяснения причины. Серьезно, просто без объяснения причины. Извини, чувак, я работаю. До свидания. Все. И то, что нельзя токсичным человеку объяснить, как не быть токсичным. Нанимайте не токсичные. Бывают же такие ситуации, когда люди... Ну, это, понимаешь, не всегда так работает на практике. У тебя могут быть особенности законодательства, что ты человека не можешь просто взять и уволить одним днем. Это может быть нереально. Тебе... Более того, если ты являешься лидером команды либо проекта, то твоя задача как лидера помочь человеку понять, что он делает не так, коучить человека, научить человека. То есть твоя задача как лидера и такие уменьши штуки разруливать. Я пытался. У меня был... Один случай был, один супертоксичный парень, и я с ним, типа, вот так, ну, я же все могу. И я его зажег, вот прямо, типа, на обеды с ним ходил неделю, постоянно выходил, общался, общался, зажег. У человека глаза загорелись. Он начал, ну, работать. Через месяц, типа, обратно вернулся в статичный режим. И так еще раз, два раза повторилось. У нас с ним расстрелись. И я имею в виду, что если, типа, это отдельный человек, то там все будет просто и понятно. И это легко решить. Если эта вся команда из-за каких-то отдельных людей боится писать публичные сообщения, то это серьезная, серьезная, серьезная проблема. Потому что это означает, что в других местах менее видны. Такие же накладные расходы на коммуникацию будут. И они даже больше. Это как айсберг. Типа, ты вот чуть-чуть видишь, то в чатах мало отвечают. А внизу там прям, типа, что боятся идти, готовят лишние документы, бюрократию разводят. Или там откладывают дело до последнего. Ну, это же такие вещи. Они, типа, очень болезненные. Слушай, Сева, тут есть такая штука, что все-таки, ну, люди бывают в разных состояниях, да, то есть сознание и прочее, прочее. Иногда просто человек очень сильно, там, не знаю, не в ресурсе, его отвечает односложно и там, ну, как-то тяжело. Это бывает нечасто, вот. Ну, в общем, разные ситуации бывают. И я понимаю, что, как бы, ну, клево, там сказать, сейчас всех уволю, всех токсичных, а меру только нетоксичных. Вот. Но в реальной жизни это сделать очень сложно. Особенно, когда у тебя нет, там, не знаю, денег инвесторов за спиной, да, и огромного HR ресурса, например. Вот. Мы, например, как бы в нашей компании нанимаем через стажировки. Это люди, которые, там, вчерашние, там, ну, они не студенты, конечно, да, но они, там, вот, там, заканчивают, например, вуз, закончили уже первая работа. Они не умеют общаться, ну, правильно. Мы их обучаем это делать в том числе. У них, они пришли на работу, у них, там, не знаю, первый месяц, это курс по кубернетис, да, грубо говоря, сжатый, там, пятимесячный, сжатый до месяца. У них башка взрывается просто. Если их в этом не поддерживать, если им в этом не говорить, что, слушай, ты вообще классный чувак, ты сейчас курс пятимесячный за месяц пошел, например, да. Вот. Это просто начинает ломаться. А если при этом кто-то в ресурсе, он просто делать не готов это. Ну, блин, не знаю, чувак в проект, он ушел в восемь часов вечера от клиента, клиент там, ему взорвал мозг по какой-то причине. Вот. Конечно, сложно. И ты можешь сказать, что, слушай, я сейчас не готов к тебе чек, например. Ну, разные что-то бывают. Ты говоришь абсолютно правильные вещи. Но. Всегда вопрос, это отдельный случай или тренд. Если это тренд, то значит, где-то что-то поломалось. Если это отдельные случаи. Отдельные случаи, ну, типа, все могут быть токсичными. Я бываю, типа, не в настроении. Все бывают в не в настроении. Это нормально. Все нормально это переживают. Если это единичный случай. Если это тренд, что, типа, в канале никто не пишет, потому что тебя здесь могут зашеймить, значит, надо найти человека, который шеймит. Найти человека, который чаще всего это делает, который этот тренд задает. И поговорить с ним. Но, скорее всего, я имею в виду, я просто перескакиваю к результату. Поговорить, поговорить, поговорить еще раз, объяснить. И так распрощаться. Да, я в данном случае тоже поддержу СЕО, что как бы из моего опыта тоже, вот, конечно же, ну, никто не говорит, что вот если человек токсичный, сразу прям увольнять без объяснения причин. Нет. Конечно же, этому предшествует этап, когда пообщаться, попытаться с ним поговорить, обсудить, понять почему. Но вот из моей практики сколько случаев такой и было, они все заканчиваются ровно одинаково. Вот как бы. Ну, вот люди не меняются, к сожалению. Вот такие уж, как бы, видимо, в основном существа. И у нас тоже был случай, вот как раз, Сев, прямо практически один в один, как у тебя, когда пришел чувак, ну, очень крутой специалист, просто настолько башка, что пипец. И как бы мы решили его поддержать, ну, как бы надо культивировать, чтобы он раскрылся все больше. Вот он прям все, он начал фигачить архитектуру, но в какой-то момент, когда мы ему сказали, слушай, товарищ, вот чисто как бы такое сейчас положение делаешь, что надо немножко вот задвинуть, сделать чуть-чуть попроще, потому что там для бизнеса, ну, как обычно, много разных причин на то можно найти. И он на это настолько болезненно отреагировал, что он стал просто тупо саботировать. Ну, вот это по-простому называется одним простым словом саботаж. То есть, он стал там опаздывать на работу, он стал задачу делать не за там день-два, а все время ее там увеличивать срок. То есть, типа я тут не смог, тут у меня, то есть, все время, ну, это было видно, да, и в итоге, как бы, беседы ни к чему не привели, и единственный вариант был только вот, административным таким ресурсом найти причины, чтобы его официально уволить. Вот как бы. Как человек во время этой ситуации описывал, почему занимает больше времени, чем раньше. Слушай, там объяснений каких-то, скажем так, адекватных, внятных причин не было, там были какие-то очень такие липовые какие-то отмазки, ну, потому что, когда у тебя есть адекватные причины, почему ты там задачу не сделал, то ты ее просто берешь и называешь, да, ну, потому что я там столкнулся с сложностью в таком-то сервисе, Вася мне не ответил, я там его ждал, тут мне там, не знаю, на ногу бабушка в метро наступила, я пошел в больницу. Ну, как бы, есть адекватные причины, а есть, когда ты пытаешься высосать их из пальца, там, не приходишь, не звонишь, не предупреждаешь, ты говоришь, ну, ты же мог позвонить, предупредить, что ты там, не знаю, проспал. Мы из-за этого не наказываем, просто скажи, что да, я сегодня проспал, буду позже, ну, вот, как бы, это нормально, мы, у нас нету жесткого там вот мы не пришли к тому, собственно, чем все это закончилось. А вот к Никите, мне кажется, понимаешь, Никит, ты говоришь, что у вас приходят новые там ребята, особенно после стажировки, и здесь, как мне кажется, очень важно, там, ну, тебе, не знаю, вам, там, к тому, кто лидеры, тем лиды, там, руководители, немножко больше на себя взять внимание и вот задач, как бы, для того, чтобы эти новые ребята не увидели того, что уже у вас есть, просто к тому, что одно дело с нуля культивировать, но это вот мы сейчас обсуждаем, да, то есть все супер, но когда приходит новый человек и он видит действительно вот эту пустоту, ну, это вот как бы, опять-таки, все мы понимаем, что ему значительно проще, он думает, ну, наверное, тут так принято, да, и вот важно вот это тут так принято поменять, понимаешь, вот, да, сейчас ты меня прокомментируешь и Паша тоже, но я к тому, что мне кажется, знаешь, важно, чтобы вы здесь кто, вот действительно там, тем лиды или кто-то, руководители, подталкивали, пытались дружить, чтобы новые ребята, как бы, скажем так, вытеснили в какой-то момент и перевесили вот этот вот весь негатив, который есть, да, с ним не получится разобраться за пять секунд, но, тем не менее, важно, чтобы он не снизить влияние вот этого всего на новых ребят, которые у вас приходят, вот, вот, мое мнение, да, наверное, смотри, какая штука, во-первых, что я рассказал, я сейчас понял, что оно у него чуть-чуть размазанного времени, то есть, про то, что там проблемы, все молчат, это все-таки проблема чуть старее, чем то, что приходят новые люди и сейчас, как бы, там, они немножко стесняются говорить, еще такая вещь, что новые люди приходят, они попадают сразу в иерархическую систему, у нас есть, ну, некая, ну, как должность, не знаю, ну, да, конечно, не люблю то слово, если ты, не знаю, младший инженер, да, то ты, очевидно, по их мнению, конечно же, это не так в компании, но по их мнению, ты, как бы, меньше веса имеешь, мы с этим сейчас очень активно боремся, мы там, способы я потом расскажу сейчас, они пока еще в разработке, но по сути мы сейчас делаем так, чтобы какой бы ты не был по уровню, да, типа, начиная от C-level, заканчивая, там, стажером, да, твой вес, твой вклад в, ну, там, в общее какое-то дело, оно равноценное по значимости, это сейчас прописывается вот прям вот четкими правилами, потому что вот... Слушай, ну, я тебе... Важная штука... Да, давай. Я просто потом забуду. Важная штука, которая вот, я нашел такой хак, я просто всех новых ребят меншню по каждому вопросу в слайке, вот буквально, что спрашиваю у кого-то, и потом еще, типа, новому человеку, а ты что думаешь, типа, какие твои мысли по этому поводу? Ты можешь что-то добавить? Типа, вот буквально постоянно, это типа смотрится форсово, ну, то есть я типа форшу их, этих людей, но глобально, я просто откат на себя почувствовал, я такой, типа, меня постоянно спрашивают, надо постоянно, типа, сидел, типа, овертаймил, хреначил, пытался на все ответить, но потом расслабился, и это было невероятное в кайфе, и у меня было ощущение, что я не забыт, не потерян, что меня дергают, и я также стараюсь других людей дергать постоянно, ну, я имею в виду новых и Сэдана. Но я вот тоже как бы, да, дополню себе в тебя, собственно, что я хотел изначально сказать, что вот даже, да, в моем там маленьком каком-то проекте, где приходят новые ребята, я говорю, ребята, пожалуйста, не стесняйтесь задавать, спрашивайте что угодно, вы по любому вопросу можете спросить меня, там, бывают случаи, когда человек пишет, слушай, Костян, а вот тут у вас там так, я тут же это же сообщение сам пишу в общий канал, тегаю того, кто на это может ответить, чтобы человек новый уже понимал, что в следующий раз не надо спрашивать у меня приватно, можно в общем чатике спросить вот там Петю, Васю. Тем самым, как бы с одной стороны, я стимулирую, что ребята, давайте общаться публично, а второй момент, да, действительно, очень классно, когда человек говорит, слушай, а вот у вас там какой-то косячок, там, не знаю, мне как бы сказать, там, не знаю, дизайнер, что у него там неправильный размер шрифта, я говорю, конечно, говори, не стесняйся, пожалуйста, то есть ты сам стимулируешь того, чтобы даже как бы ребята, которые считают, что они здесь на какой-то нижней ступени, то есть они там неопытные, они там рядовой, там, не знаю, джуниор, что он не может сделать замечание сеньору, вот этого не должно быть, у них должно быть ощущение, что любой может сказать любому, в рамках одного проекта, команды, коллектива, это должно быть так, я говорю, ребята, не стесняйтесь мне там говорить замечание, да, я тут типа начальник, но если я сделал фигню, скажите мне, это нормально, это правильно, и вот эта как бы стимуляция всего этого, она приводит как раз-таки к тем самым результатам, когда все начинают общаться, и вот это всё гармонично происходит. Я здесь хочу добавить нюанс, что если люди будут публично критиковать других людей, люди, которые критикуемые, могут это болезненно воспринимать, поэтому здесь не только нужно поощрять открытую коммуникацию, но ещё нужно активно учить людей правильно выражать критику, и если это действительно очень такая сильная критическое замечание, то это то место, ну, то есть это то сообщение, которое лучше принести в речку, и, возможно, лучше проговорить, чем писать словами, потому что люди могут очень, ну, болезненно воспринимать какие-то моменты. Паша, 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 дайте Паша. Модератор сказал, Паша, значит, Паша. Смотрите, тут на самом деле проговорили практически всё, что я себе в тетрадку наковырял за это время, вот за время обсуждения вот этого коммуникативного пирога, да, как мы хорошо на нём застряли, между прочим. Да, да. Вот, ну, вот самое, да, сейчас мать-статистика сама нам покажет, что важнее всего в удалённой работе, да. Ну, так вот, что я хочу отметить, какие вот, как бы, не то, что подводя итог, а как бы то, что я заметил по нашим обсуждениям, да, и по нашему опыту выражаемому. Какие моменты? Смотрите, во-первых, люди не дураки, да. Люди могут быть невротики, но люди не дураки. Люди могут иметь странности клинического плана, да, то есть люди могут быть биполярниками, люди могут быть с особенностями аутистического спектра и так далее. Приходилось встречаться как бы с теми, с другими и третьими. Но люди не дураки, люди всегда активно пытаются адаптировать, ну, если уж совсем только, вот, бывают совсем плохие случаи, но мы их сейчас не берём во внимание. Медицина пусть сама собой занимается. Значит, люди обычно активно адаптируются к той среде, в которой они оказываются. Построение этой среды – наша темлижья, пасконная работа. Есть одна очень интересная штука, она зависит от размера команды и от размера даже, физического размера того чатика, в который человек попадает, от количества этих чатиков и прочих-прочих, да, в наших слаках. Я бы назвал это эффектом массы. Когда у нас статистически набирается достаточное количество людей, ну, например, 50 плюс в чате, у нас уже образуется такая масса разнообразных вариантов общения, когда кто-то всё время шутковать любит, кто-то любит подгрузить, кто-то любит, ну, скажем так, ёрничать, но если он здоровый, более здоровый, чем больной, если, как бы, команда здоровая, он быстро найдёт своё место и тоже адаптируется к этому. Вот. Эффект отражения существует, когда человек, попадая в эту команду, видит, вот есть такая биологическая фраза, monkey-see, monkey-do, да, то есть когда человек видит и стремится максимально адаптироваться к тому поведению, которое принято в данной команде. Это у нас абсолютно органическое свойство. Мы с вами, как высшие приматы, стремимся к тому, чтобы наше поведение поощрялось группой. Вот. Темлижья забота о том, чтобы тихонечко окучивать группу таким образом, чтобы это было правильно. И последнее, что я сейчас скажу в этой порции, как бы, своей фразы, и я не успокоюсь, пока я это не скажу. Значит, уважаемые товарищи темлиды, учите психологию. В нашем чёртовом двадцать... Каком уже насчёте? Первом веке, да, достаточно существует книжек и... Я не люблю курсы, аудиокурсы по психологии, но я всё-таки книжечки в обнимку больше люблю. Существует достаточное количество литературы и прочих видосиков, чтобы на достаточно качественном уровне, ну, хотя бы на энтри-левеле понимать существование и методы работы с психологическими проблемами. Нам придётся это делать самим. Если мы притащим себе в команду, в чат человека в белом халате и скажем, у нас теперь есть корпоративный психолог, и вот тебя, Пётр Фёдорович, мы приглашаем завтра на мантли, в течение которого ты будешь общаться с психологом, ну, это всё, это вот ты считай выстрелил человеку не только в ногу, но и во все остальные места. Представляете, да, уровень напряжения? То есть, пожалуйста, темлиды, будьте в курсе психологии сами, и в пещере живём, литературы полно, и в том числе, а если хотите термин, то это когнитивно-поведенческая психотерапия, вот топлю за неё всеми своими топами. Спасибо. Никита, давай, ты там руку просто уже, просто она летает по экрану. Никита уже так, что у меня эта картинка на стене катается. Я прошу прощения за картину. В общем, смотри, у нас такая была штука, прямо вот то, что ты сейчас сказал, Паша точно заходит, у нас примерно год назад люди не благодарили друг друга за проделанную работу. То есть, например, чуваки, смотрите, я сделал такую прикольную штуку, не знаю, ну, какой-нибудь там, не знаю, по реквесту, какой-нибудь там, по старт-проекту. О, здорово. Всё. Это пощалость. А когда просто люди делают обычно свою работу, например, не знаю, они сделали какую-то таску. Ну, сделал, сделал, хорошо. И сейчас какое-то время у нас новая коллега пошла на работу, которая ввела такую норму, она благодарила людей за всё, что они сделали. В формате «Воу, прикольно, чувак, ты там крутой, например». Что-то такое. Или, например, просто «Смотрите, какой там молодец тот чел, сделал такую штуку». Сначала он это делал самостоятельно, было такой немножко белой вороной, на мой взгляд. А потом люди подтянулись. И они начали там говорить спасибо друг другу за какие-то вещи. И это сейчас настолько органично смотрится. Ну, там, не знаю, пошёл какой-то, там, не знаю, люди читают такие мастер-классы, обучают людей. Они что-то прочитали, и там кто-то «Как здорово, что там этот МК мы прочли, мы такие там, вы такие молодцы» и прочее. Это выглядит там в четыре строчки, в четыре слова иногда. Но это офигительно круто работает, потому что людей благодарят люди, которые им что-то значат. Если ты темлид проект и сказал, что этот чувак, я тебя особо отмечаю, потому что ты сделал такую-то классную вещь, это работает. Там, конечно, нельзя перегибать и говорить по каждому поводу, чтобы это не было обесценено, на мой взгляд. Но в целом у нас это прям очень здорово, мне это очень нравится. Это как раз, Паша, к тому, что ты сказал, что люди хотят поощрения своих действий, но это абсолютно так. Но это настолько естественная вещь, что как бы... Даже, собственно, ругать-то надо сначала похвалить за что-то, да? Это уже тоже про это много где написано, что нельзя сказать сразу, что ты там козёл, а ты скажи, слушай, ну ты вот молодец, ты там не побоялся сделать менеджер-квест, но, ты знаешь, немножко надо поработать. И это реально воспринимается совсем по-другому, чем ты говоришь, ну ты вообще хрень написал, иди переделывай. Ну вот, блин, так мы работаем, так мы устроены. Я хочу добавить здесь, потому что ты рассказываешь про такую типичную историю, называется, как называется, фидбэк сэндвич, но, собственно, люди... То есть мы, многие менеджеры получают такую тренинг, ну такие тренинги, что когда вы кого-то за что-то ругаете, вам нужно завернуть это в что-то позитивное. Люди как это научились, и в итоге стали говорить какое-то, возможно, не очень связанное позитивную штуку, потом непосредственно то, что они хотят сказать, какой-то негативный фидбэк, и потом снова какую-то позитивную штуку. Вот. И это то, что называется... Как это? Люди, которые слышат это, это очень легко читается, и это возникает еще... То есть это воспринимается еще хуже. И много раз, когда я общалась с... То есть когда я начинала... Когда вот люди переходили ко мне в команду, они начинали репортить мне, они говорили... Когда я спрашивала в первых там one-on-one-ах, вот, что вам нравится, что вам не нравится, они говорят, пожалуйста, не используйте этот вот shit bag sandwich. Потому что люди это знают, и говорят, Света, если тебе что-то не нравится, пожалуйста, скажи мне об этом прямо. Не пытайся это заворачивать как-то. Говорят, мы видели таких менеджеров очень-очень много раз. Пожалуйста, что-то делай не так, говори прямо. Вот. Такая история. У нас эта штука обошла стороной нас, то есть мы никогда так не делаем. Я, естественно, знаю по этой штукой, мои коллеги тоже знают, но мы говорим по фактам. То есть смотри, вот это хорошо у тебя получается, ну, там, потому-то, 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 это там надо качать, развивать дальше. А здесь есть проблемы с этим, с этим, с этим. То есть это как бы этот фидбэк-сэндвич, я слышал его из кучи-кучи источников, но он, по-моему, никогда не работает вообще. Да, ну, то есть он может работать, но тебе нужно очень как-то много думать перед тем, как, ну, что делать, как позитивные вещи подавать. Если ты просто рандомные факты позитивные вставишь, оно читается очень естественным, и оно кажется очень таким выдуманным. Поэтому я зачастую, когда говорю, какой это негативный фидбэк, то обычно, если что-то негативное, то я объясняю, почему это негативное. То есть это заставляет другого члена команды чувствовать то-то, страдать. Это заставляет другую команду менять их сроки, менять их планы. То есть объяснять, почему. Не просто так. Не делай так, пожалуйста, больше. Почему не делай? И вот просто если мы исходим из предпосылок, что люди все адекватные, люди хотят делать как лучше, то давать им обратную связь с объяснениями работает очень классно. Да, и это как раз та штука, про которую я хотел сказать. Поэтому, если все знают, что все друг друга уважают, если все знают, что все друг друга любят, то нет ничего плохого, чтобы дать осуждение или негативный фидбэк в публичном чате. И если все это делают, то все это ожидают, и для всех это нормально смотрится. Потому что, как правильно заметил Павел, мы все обезьянки, у нас социальные механизмы. Если бы мы видим, что это нормально, если бы мы видим, я вполне могу в одного клиента написать что-то вроде I love you, but this comment looks like shit. И все понимают, что это значит. Никаких проблем. Я, как это, это вот эти фразы, то есть, когда ты даешь негативный фидбэк, тебе нужно очень думать много перед тем, что ты говоришь, кому ты говоришь и как ты это говоришь. Потому что очень разные люди по-разному это будут воспринимать. И я, то есть, вот эта история, которую, по-моему, было раньше сказано, по-моему, у Константина было сказано о том, что пришел новый программист, который придумал какую-то крутую архитектуру, и потом он просто сдулся. И вот у меня был вопрос, который я не успела задать, как ему был дан этот фидбэк. Возможно, человеку дан был фидбэк таким образом, что человек просто сдулся, и он просто на глазах стал плохо перформить. То есть, многие, есть люди, которые просто тяжело реагируют на негативную обратную связь. И если вы об этом не знаете, то вы можете в публичном чате очень ранить человека, и даже не понять, почему это так сильно ранит человека. Нет, здесь я с тобой полностью согласен, Свет, но могу тебе рассказать, просто товарищ, его, скорее всего, в смысле, его связь обратная была дана нормально там в приватных беседах, это не в каком-то публичном чате, но его больше задело то, что вот как бы сначала ему дали такую свободу, он начал там прям все переделывать, но со стороны бизнеса пришлось немножко его вот эту свободу так сказать, зажать. Ну, в том плане, что да, ты круто все переделаешь, но этот будет сделано через две недели, а вот нам там, не знаю, через неделю надо другое, давай мы сейчас, вот пока что, мы ни в коем разе там не зарезаем твою идею на корню, мы просто говорим, что сейчас надо чуть-чуть сделать вот по-другому, потому что есть требования, есть другие там интеграции, что-то такое, и товарищ, к сожалению, что для меня несколько странно, воспринял это очень сильно в штыки, то есть вроде как бы вот у него такая была свобода, что все поняли, что там он такой крутой и все так круто делает, а тут, значит, его заставили, немножко напряглись делать что-то, что ему не очень хотелось, то есть там реально мы спорили там чуть ли, знаешь, не вообще орали друг на друга, что да ты что, да нельзя так делать, мы им говорим, там можно так делать, потому что есть требования, это да, это плохо, некрасиво, но наш мир несовершенен, иногда надо делать чуть-чуть хуже, ты завтра, послезавтра, на следующей неделе вернешься и будешь делать так, как тебе нравится, и вот это было... Я, кстати, очень часто замечаю, что часто токсичные люди это не люди, которые думают решениями проблемы, а люди, которые думают инженерными задачами, в плане, типа, как сделать красиво, как решить красиво задачу, а не как решить. Да, ты знаешь, мне кажется, здесь есть такой момент, ну, мне тоже периодически посещает такая мысль, что, как бы, если человек действительно мыслит только своими там техническими битами, байтами, вот как бы своей там задачей, как ему красиво архитектуру, там, не знаю, параллельной обработки потоков, в потоках сделать многопоточную, что-нибудь такую, и не понимает, что как это скажется на всем там продукте, проекте, какой-то более законченной именно пользовательской прикладной задачи, вот здесь может быть минус, и действительно, мне кажется, вот тот пример, который я рассказывал, он именно из этой оперы, что человек действительно настолько был инженерным, нервно глубоко вот в той степи, что ему настолько было пофигу на вот там происходящее, как бы, на имеется продукт в целом, да, его там какие-то родмапы и прочее, что вот получилось вот так, ну, может быть. Да, да, у меня был другой кейс, совершенно, человек начал додумываться с другого человека, и, собственно, это выглядело так, ты так делаешь, там, потому что ты вот это, вот это, вот это, хотя человек просто совершенно, ну, не знаю, был занят другим делом, вот, это было абсолютно токсично, это было абсолютно, ну, неприемлемо, на мой взгляд, ну, мы полечили это, по-моему, разговором, это было давно, года, по-моему, тринадцатый, если я не ошибаюсь, мы полечили это разговором, что, слушай, чувак, ну, люди делают разные фишки, потому что они разные, не такие как ты, вот, это был очень простой разговор, но как-то им помогло, например, то есть не обязательно это, что человек не думает о людях, просто может он, у него какие-то искаженные понятия у других людей, почему нет, у всех разные бэкграунты, все, ну, все выросли в разных условиях. Да, но мы опять здесь все время будем возвращаться к одной и той же вопросу, что либо ты как-то синхронизируешься вот контекстами, бэкграундами, всем-всем в коллектив и каким-то общим целям, требованиям, да, либо ты остаешься непреклонен и верен своей вот этой упертости, что вот нам надо многопоточно сделать только вот так, и нахрен все ваши там, не знаю, что-нибудь. И вот здесь мы приходим к интересной теме. Как синхронизировать контекст в распределенной команде? Не в команде, где есть офис, где можно прийти, и поговорить, а в распределенной. Кто как делает? Есть несколько вариантов. Есть варианты периодически видеться, там раз в квартал все-таки в одно место собираться, вживую видеться. Дальше у тебя есть такой инструмент, как one-on-one, и это не обязательно только между репортом и менеджером. Я часто, это такая штука, которую я здесь научилась, часто есть one-on-one, и регулярные митинги просто между членами команды, и там люди раз в две недели ходят просто попить кофе, просто поговорить за жизнь ни о чем. Поговорить, если как-то поговорить за кофе, если речь идет про удаленную работу, то такой же самый подход, но только через видеосвязь. То есть у вас есть митинг, и вы говорите, это кофе-митинг. Человек идет за кофе в одном месте, второй человек идет за кофе в другом месте, и они просто пьют кофе, по скайпу разговаривают ни о чем. Вот такой же подход, но перерабатываем, как-то перекладываем его в режим видеосвязи. Дальше есть всякие, ну то есть вещи типа Slack, когда у вас постоянно какие-то все-таки есть неформальные общения, которые тоже помогают эти контексты синхронизировать. Ну и, наверное, ну да, там всякие митинги, там, не знаю, синк-митинги раз в неделю для всей команды, где можно увидеть друг друга, и где есть очень-очень сильные рекомендации использовать видеосвязь. Чтобы люди видели эмоции друг друга и общались. Еще такая крутая штука, вот на этих митингах, если вы там используете Scrum, еще классный подход я видела, есть в конце ретроспектива, и в этой ретроспективе проходится такой вопрос, что пошло хорошо, что пошло плохо. Есть третий вопрос, который обычно генерируется очень рандомно, и там вопросы типа, если бы вы писали свою автобиографию, какое бы название вы для этой автобиографии придумали, какой ваша, не знаю, любимая еда, как-то, как guilty pleasure, либо расскажите про ваши там любимые YouTube-каналы, то есть как бы показывать человеческую составляющую людей, работающих в команде. И вот этот вот третий вопрос, он имел огромный эффект, то есть обычно его писали в расшаренном гугловом, не документе, а таблице, без имен людей, кто написал, и потом пытались угадать, кому что соответствует в команде. И вот эта штука, она офигенно сработала, для вот ощущения команды, это у меня было в Босфиде, была команда 12 человек, и она была между Лондоном и Нью-Йорком распределена, и офигенно работала. Поэтому вот приятно было видеть, как просто команда преображается, и я смотрю, какая просто красота. У нас есть интересный опыт, у нас есть команда, самая большая, человек то ли 8, то ли 12, там сильно зависит от времени года, то есть когда-то она увеличивается, когда-то она уменьшается, по-разному. И сейчас лидер этой команды вел интересную штуку, у них есть день, когда они работают на клиенте, все вместе приходят в клиент. Есть день, когда они работают удаленно, все сидят там своим домам, да, и пишут там в чатиках. Есть день, когда они общаются в офисе. И в офисе у нас в целом очень забавный, у нас каворкинг очень модный, в котором можно накурить кальяна во всем каворкинге целиком, даже на рабочем месте. Есть приложение, когда ты вызываешь кальян, приезжает человек на гироскутере, дает тебе кальян, как бы, и ты его куришь. Вот, то есть поход в офис, это в целом веселое, увлекательное занятие. Вот, ну, казалось бы, что там в офис прийти. Вот, и ребята, то есть вместе ходят там в офис, ходят на обед, вместе там кальяны курят и прочее, прочее. И вот таким, не каким-то способом коммуникация в целом заводится нормально. Вот, но при этом у тебя есть день, когда ты работаешь ремоут, есть день, когда ты работаешь на клиенте, есть день, когда там, ну, там, по-разному это можно делать. Вот, но это работает только вот там для такой большой команды, у них есть такая потребность, потому что иначе коммуникация рушится. Так как у нас все-таки еще работа больше связана с консалтингом. Мы, конечно, руками много всего делаем, но нужно общаться между собой в том числе. То есть именно коммуникация, которая вне чатов, да, она важна. У нас также есть правило с видео, ну, мы еще раз уже сказали, что обязательно видео будет включено. Но это, в общем, все плохо работает. Лучше всего, конечно, личное общение в офисе. В офисе ребята очень любят ходить, ну, по понятным причинам, теперь вы знаете. Вот, поэтому в целом это... То есть вы в офис не печеньками, а кальяном завлекаете, короче говоря. Никаких печенек, никаких печенек, только кальяном, слушай. Печеньки – это прошлый век. Ясно. Паш, ты, наверное, тоже что-то там, я думаю, хотел прокомментировать, какие у вас там есть... Да пока я хотел, все, в общем-то, все сказали. Просто все вот это у меня заело в голове, что темлиды учите психологию, но, в конце концов, темлидам деньги платят как минимум за бесконфликтную работу в команде. У нас очень хороший KPI есть. Люди уже передрались или еще не передрались, такой бинарный, простенький. Не приведи, Господи вам, KPI эти использовать. Вот. Но в целом... Ну да, нам не запрещено смотреть, как бы образовываться самим. Мы же с вами люди, в принципе, немножечко подвинутые на самообразование. Ну, если мы правильные с вами айтишники, это наш как бы... Это же не обезьянь, это же человеческая история. Мы хотим образовываться. Так вот, образовываться в сторону понимания того, как работают мозги, мышления людей. А программистское мышление тут ничем особенно не отличается от мышления любого другого человека. И неврозы наши, обычные человеческие неврозы. И проблемы там, и конфликты тоже конфликты. Но какие-то базовые приемы, разгрузки эмоциональные, именно коммуникативные разгрузки, какие-то приемы того, как успокоить ситуацию, или как начать провести фидбэк, в принципе, это не бином Ньютона. Это довольно быстро усваивается. Это есть чуть более, чем везде. Главное не подходить к коммуникативным скиллам и к коммуникативным проблемам как к механизму, как к механизму железному, хардварному. Это софтварный механизм всегда. Более того, это механизм, который сам в себе все время самонастраивается. Собственно, и все. Как бы тем лидам деньги платят за то, чтобы они понимали людей. Иначе ты не тем лид, иначе ты в лучшем случае завлаб. Ну да, хорошо. Так, у нас там Никите надо уже бежать. Давай, Никит, дадим тебе пару слов. Спасибо, что пришел. Спасибо, что так внезапно собрались. Вообще, я не ожидал такого мощного фидбэка. Ты правильно сказал, что в целом меня немножко поныло просто в Твиттер. А после этого фига-фига все заработало. Это было забавно. Это очень круто. Спасибо вам всем. И, впрочем, у нас очень хороший пример вот такой вот коммуникации в немножко стрессовой обстановочке. Пожалуйста, вот. Да, к сожалению, мне надо прямо сейчас резко убежать по некоторым обстоятельствам. Но ты потом дослушаешь наш подкаст. Может, еще что-нибудь для себя нового интересного узнаешь. Я сейчас дослушаю ваш подкаст и сейчас напишу в Твиттер, почему я могу убежать. У меня вполне объективная причина. Хорошо. В общем, да, всем спасибо. Всех было приятно увидеть и услышать. Надеюсь, что еще соберемся вместе. Обязательно. Удачно дозаписаться. Да, давай, пока. Слушайте, а мы, я предлагаю еще вот, мы тут много уже вопросов, конечно, так все это обсуждаем, но мне кажется, еще один интересный момент, который мы так вскользь упоминали, это асинхронная и синхронная коммуникация в распеленной команде. Потому что здесь вот, с одной стороны, есть такие инструменты, как всякие там дейли-митинги, когда, в принципе, это синхронная операция, когда все должны собраться в одно время, хотя они могут быть в разных часовых поясах и прочих. И в то же время очень классный поинт – это то, что вся коммуникация должна быть по максимуму синхронно, когда ты его там не ждешь, что тебе в течение пяти минут ответят, что как бы немножко… Это тоже накладывают некие там отпечатки в моем представлении о том, как надо немножко чуть-чуть дольше и дальше планировать свое личное там время, да, потому что если у тебя есть какие-то задачи, которые могут быть зависеть, могут зависеть от кого-то других там членов команды, ты должен немножко наперед думать о том, что так, я сегодня буду заниматься, возможно, или у меня какие-то проблемы, поэтому надо как-то… Ну, то есть это не всегда возможно, безусловно, но я к тому, что все равно оно требует чуть-чуть больше проработки какой-то такой. Вот. Что вы по этому поводу думаете, Паш? Значит, я по этому поводу думаю очень кратко, как выстрел, да. Думаю очень кратко. Нужно прозрачно называть цели коммуникации. Блин, фига себе кратко сказал. Все запутал, похоже. В общем, нужно быстро и точно говорить, что вы собираетесь делать и как вы это собираетесь делать. Это требует определенного навыка, но это великое благо, потому что если ты говоришь, что вот буду я сегодня так, так, завтра так, а вот послезавтра я еду в Москву, у меня студенты, я буду очень асинхронно общаться, ну, я буду, пожалуйста, меня пингайте, это точное обозначение того, что от тебя следует ожидать. И вот я считаю лучшим навыком, как бы формируемым в удаленных командах, это именно навык адекватно и точно выражать свои ближайшие действия, хотя бы на ближайшие сутки, чтобы люди быстро тебя считывали. Слушай, ну, вот здесь, кстати говоря, смотри, опять-таки к вопросу, о чем, по-моему, Никита или Сева говорил, что неожидание асинхронное, да, и когда Никита возразил, что как бы люди начали общаться в приватах, потому что более гарантированная доставка. Мне кажется, здесь вот тот момент, что когда ты предсказуем, говоришь, ребята, да, я сегодня после обеда поеду в магазин, поэтому меня четыре часа не будет, это, с одной стороны, вроде как и ненужная информация, но она позволяет мне, например, понимать, что если даже я тебе напишу сегодня вопросик, что ты на него в течение трёх часов, скорее всего, не ответишь, тем самым я чуть лучше могу понять, что, может быть, мне не стоит там как бы или там переживать, почему ты не отвечаешь, а я хотя бы понимаю... Нет, в конце концов мы снижаем напряжение. Да, 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 то есть здесь есть такой момент. Это про думание о другом человеке, это про эмпатию, и это про такое предугадывание, что если мой коллега мне напишет, а я не буду отвечать, это снизит стресс у коллеги. Вот про что это. Я хочу сказать немножко, типа, надо мыслить немножко в другой парадигме. Мне очень редко бывает нужен быстрый ответ от моего коллеги, когда я работаю в распределённой команде. Именно потому, что сама работа построена по-другому. Если в обычной компании, в офисах, работа работает таким образом. Все приходят, фигачат, 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 а потом длительный период расслабона. Потом опять все фигачат, 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 все стрессово, руки горят, спешат. А потом опять все сидят и курят бамбук. Ну, для этого есть код-фризы и всякие такие штуки, когда все просто расслабляются, ничего не делают. Ну, или выгоняют. В распределённой команде чаще всего режим работы очень медленно. Все работают медленно. У меня есть 20, 40, 100, 200 задач. Я могу работать над любой из них. Если мне кто-то нужен для моей задачи, я говорю, окей, давай вот у меня какой-то вопрос. Я пока буду заниматься другим. Или пока буду заниматься ещё чем-то. То есть сама организация распределённой команды, сам процесс должен быть медленным. Он должен быть таким, что ты работаешь 5 лет без отпуска, и ты даже не замечаешь, что ты без отпуска. Ну, вот так вот так. Слушай, ну, смотри, это с одной стороны да, с другой стороны здесь, мне кажется, тоже люди немножко разные. Но вот как бы кому-то проще и удобней работать, скажем, более-менее в одном контексте. У тебя задачи много разных, и теоретически они могут быть все в разных контекстах, довольно разных совсем. И кому-то это легко переключиться, потому что задачки очень маленькие. Как бы ты тут, не знаю, поправь опечатку. Да блин, ё-моё, да вообще не вопрос. Мне как бы для этого не надо сильно ничего. А есть, когда большое переключение контекста, и тебе просто хочется чуть больше в нём оставаться дольше, чтобы побыстрее всё это сделать. Тем самым как бы, ну, это экономия твоих каких-то сил, потому что ты уже погрузился, ты там, знаешь, у тебя там пул, там 5-6 задач примерно вот в этой, не знаю, рабочей области, в этом сервисе, в этой какой-то там направлении, сфере. Бывают какие-то вопросы, и ты такой уж, блин, ну вот классно было бы сейчас получить ответ, да, вот подсознательно. Вот скажи, как это побороть? То есть я понимаю, мне нравится твой поинт построить максимально синхронно. Тут такая штука, зачем получать ответ сразу? Зачем это может быть надо? Зачем? Ну, послушай. Послушай, это очень разное. Если ты говоришь про работу программиста, может быть работа построена таким образом, что тебе не нужны там мгновенные ответы. Но вот в моей текущей работе у меня есть много кейсов, когда мне нужно быстро что-то там поменять и быстро что-то сделать. Вот пример, выкатить оффер кандидату. И для этого нужно скоординировать работу с рекрутерами, с отделом персонала, с легальным отделом и, возможно, с другими офисами. И это вот тот момент, когда нужно выкатить как можно быстрее. Я не хочу делать это асинхронно, я хочу делать это очень быстро. И это тот кейс, когда мне не хочется ждать там неизвестно сколько. Именно, у вас есть спешка, у вас есть режим работы большой компании. Все, все удаленные компании, с которыми я когда-либо собеседовался, общался, знакомился, работал, все нанимают так медленно, что там может полтора месяца пройти с момента первого разговора. Типа до практически до оффера. Полтора месяца, бывает два месяца. 37 сигналов, которые буткампы. Они могут там, не знаю, три месяца человека собеседовать. И из них будет три недели, они просто будут думать, ответить на письмо по интервью или не ответить. Это другой темп, и все. Это ненормально, вы о чем делаете? Почему? Когда у нас интервьюируется человек три месяца, этот человек, если классный, то этот человек уже уйдет в другую компанию работать. Если вам есть чем его заинтересовать, не уйдет. Но человек недолго будет на рынке находиться без работы. В смысле? Если ты пообещаешь человеку опциону, он не уйдет. Если он будет думать, что тут классно. Опционы, это же ничего абсолютно, это же в воздух опционы. О чем идет речь? Я имею в виду, что если можно заинтересовать человека чем-то, я часто могу заинтересовать человеком, что он будет со мной работать, например, или задачами, которыми мы занимаемся, или просто тем, что будут классные ребята, мы работаем на расслабовье, нам весело, легко, мы ходим на работу с удовольствием, у нас классная коммуникация. И человек просто видит, он такой, окей, я хочу здесь работать, я готов подождать, я не спешу. Так, дайте Пашу сказать, дайте Пашу сказать уже. Да, вон там уже этот микрофон уже 20 минут стоит в заднем проходе, да. Значит, слушайте, мы же с вами инженеры, имеющие дело с потоками коммуникации в железе. Мы же с вами знаем, я на самом деле... О чем я говорю? Мы сейчас просто с вами немножечко начали спорить о преимуществе квадратного над деревянным, да, и теплого над мягким. Я хочу просто сейчас немножечко поставить такие акценты, смотрите. Мы должны с вами уметь, как инженеры, сортировать... Не сортировать, а приоритизировать классы сообщений. У нас с вами есть сообщение о контексте и есть сообщение о задаче. То есть, есть сообщение о проблеме собственной информации. Есть сообщение о контексте. Это как сигнализация. В телефонной сети, в SIP-протоколе, ещё в чём. Придумывайте себе ваш любимый протокол, в котором пакеты сигнализации должны бежать быстрее, чем пакеты, собственно, о данных. Сигнализация должна происходить быстро и точно. Собственно, нагрузка, как таковая payload на нашей рабочей коммуникации, она может и подзадерживаться, и идти, и чаще всего так и бывает. Нам важно точно и быстро определить контекст. Вспоминаем, как мы сидим на дереве еще в саванне. Нам нужно быстро и точно определить контекст, бежать от тигра или не бежать, или срочно кучковаться, или обниматься и целоваться. И нам, собственно, сам процесс того, что происходит, сам процесс жизни, сам процесс работы, он идет маленечко сам по себе. И да, мы можем сложно, долго и не спеша обсуждать, спускаться с горы, делать какие-то серьезные выводы, обсуждать серьезную информацию, но нам нужно успевать точно и скоро извещать друг другу о каких-то дифах в контексте. Вот, собственно, о чем я пытаюсь сказать. Контекст, потому что... Да, здесь такая штука, что... Была такая проблема раньше, проблема Outlook'а и приоритизации почты. Когда все решили выставлять приоритеты сообщениям, каждое сообщение помечалось самым... С двумя отталбанцентными знаками. И здесь, типа... Мы, я же не об этом говорю. Я просто, например, я работаю с мониторингом. Стравим мониторинг. И часто мне люди говорят, типа, надо алерты сделать так, чтобы место на диске закончилось, там 80-90%, чтобы мне алерт приходил на телефон. Нет. Надо сделать такой алерт, который будет приходить и говорить, у тебя в течение следующих двух дней закончится место на диске, сходи, посмотри. Вот, ну, я имею в виду... И это, типа, линейная регрессия, все такое. Это простые функции предсказания, которые, в принципе, работают. И таких штук достаточно много. Можно... Большинство процессов, они не требуют быть синхронными. И даже процесс найма, который я... Сколько я копий поломал. Как я сильно боролся со всеми HR-отделами во всех компаниях, где я был. Я просто быстрее, быстрее, дави, дави. Надо, надо. Ну, из-за того, что я сам был как раз в темпе, работал очень сильно. И оказалось, что если есть чем заинтересовать по-настоящему, то люди ждут. И очень хорошие инженеры, просто великолепные инженеры. Буду ждать, если по-настоящему интересно. Это не очень классный опыт для кандидата в о чем дело. Когда я как кандидат, когда мне говорят, ну, подожди, мы там еще думаем, подожди еще. Я уйду, я не буду ждать этой компании. У меня есть другие опыты. Ты не говоришь, иди. Это типичный случай лишения человека контекста и не сообщения контекста. Все должны быть в контексте. Должны обсуждаться. У меня как-то было в Граммарле мы одного человека в течение года собеседовали. То у него там были какие-то вопросы, то у нас были вопросы. Мы где-то год проводили общение. Ну, может не год, может полгода, я не знаю. Ну, в общем, невероятно долго. И мы его в итоге наняли. И, насколько я знаю, он там очень долго работал. Может, до сих пор работает. Просто великолепный специалист. Я таких специалистов, такого уровня, ну, их буквально на пальцах... Слушай, ну, я говорил про другую историю. То есть мой кейс был в конце, когда у тебя есть, ты знаешь, решение об офере. Тебе нужно формально выкатить офер. Именно легальный документ, который будет запровлен отделом людей и отделом легальным. То есть вот про что я говорю. То есть не про первые этапы собеседования, где именно проводится интервью, а про то, когда у тебя уже есть решение офера. И вот тогда тебе нужно очень быстро сделать легальный этот офер. Вот про что была речь. Да. Чаще всего можно сделать на словах и сказать, типа, ну, по крайней мере... Нельзя, нельзя легально. Не всегда. У меня два раза было такое, что мне говорят, типа, Сева, мы тебя хотим. Типа, сейчас мы всю эту штуку будем проворачивать. Можешь подождать? Могу. Все. И они там проворачивали. Слушайте, ну, а мне, знаете, вот я тут просто по последним своим ребятам, когда у нас там контора, из которой я там ушел где-то 13 лет проработал, начали разбегаться, да, и вот как бы, ну, все же искали, ребята, и, в принципе, у нас много там грампных специалистов, и я могу сказать, что мне кажется, да, что вот эта проблема там по-быстрому найти, ее все же нет, потому что реально как бы крутые специалисты, они, ну, а, либо они, скорее всего, сейчас где-то все еще работают, и, в принципе, у них как бы, ну, все норм, то есть, наверное, в плане каких-то там жестких причин прям в течение недели поменять работу, но это, скажем так, все же довольно-таки редкий кейс. Да, обычно люди меняют, ну, потому что что-то вот там накипело, все, надо бы посмотреть, пойти поменять. И тогда ты спокойно можешь пособеседоваться, походить, пообщаться, повыбирать, позадавать вопросы. Я сам лично знаю несколько кейсов, да, как бы, когда у меня ребята там несколько мест пошли, ну, что, ну, пообщались, да, ничего, ну, и как? Ну, вроде ничего, вот сейчас там что-нибудь. И это тянулось в течение там месяца, несколько таких, и это никого не напрягало, ни одну, ни вторую сторону, пока в какой-то момент, ну, не сросли звезды, что кто-то выкатил раньше, кто-то решил, что, да, это предложение мне интересней. Хотя были варианты, когда, да, ему выкатили оффер человеку, а он говорит, нет, слушай, я еще подожду, пока что вот те скажут, потому что, в принципе, там поинтереснее задача, и он это нормально абсолютно сказать, слушай, ну, я окей, я вам отвечу. Потому что там работодатели, они тоже заинтересованы, они такие, давай-давай, быстрее, скажи мне сейчас, ну, скажи, что, да, все, уже погнали. А ты ему абсолютно нормально говоришь, слушайте, я приму решение, вот тоже у меня был случай, товарищ мой там пришел к нам собеседоваться, и у меня там мои, так сказать, там, работодатели, там, HR-ынки, так, так, давай, ты когда сможешь, когда сможешь выйти на работу? Ну, вот это такой типичный, да, прям здесь-вздесь, все, погнали. Он говорит, ребята, я... Прямо сейчас, а ты ему криво потом. Не, он очень четко говорит, ребята, я там до, там, 10 сентября буду рассматривать варианты. Своё решение я приму не раньше 11, ну, условно, да, сентября. Все, и они такие... И это пример быстрой и точной доставки сообщения контекста. Ты понимаешь, да, вот именно, то есть в этой ситуации люди обычно действительно принимают решение, ну, вот я начинаю собеседоваться, посмотрим, какие есть варианты. И когда компания какая-то выкатывает оффер человеку в тот момент, оффер обычно имеет какую-то дату закрытия. И этот оффер не может быть бесконечно открытым. Если ты в этот момент, твоя компания начинает говорить, ну, подожди 3 месяца, через 3 месяца мы тебе, возможно, выкатим оффер. Ну, подожди нас, у нас вот такие процессы асинхронные, сорян. То есть к этому моменту кандидат, ну, он не будет так долго ждать. Вот про что я говорю. Не, ну 3 месяца, мне кажется, слишком. 5 лет. Ну, то есть если мы уже утрируем, то давайте через 10 лет приходи. Это называется «прийти потом». Да. Я имею в виду, что если все становится... Если срочных сообщений становится мало, то срочные сообщения потом становятся по-настоящему срочными. И когда надо человека, вот буквально, есть человек, у него окно закрывается, я знаю, что я всем напишу, и все будут воспринимать это не как, что вот как обычно все в спешке, а все будут воспринимать это как что-то экстраординарное. И реагировать на это невероятно быстро. Я имею в виду, что надо просто сусить коммуникацию. Если я не пишу в приват человеку по каждому сообщению, то когда я пишу в приват, человек читает сразу, отвлекаясь вообще от всего. Потому что у него нет такой привычки, что у меня телефон всегда вибрирует, я меня могу выгнорировать. Ну, не знаю. Чем меньше экстра сообщений с экстра приоритетом, тем приоритетные сообщения становятся приоритетнее на самом деле. Ну, в общем, да. Наверное, хорошим, что если все время общаешься где-нибудь там в общем чатике, как бы это окей воспринимается как некое синхронное. То логично, что когда ты пишешь человеку напрямую, то ты ожидаешь несколько более оперативной реакции, соответственно, да? А если все пишут всегда напрямую, то у меня просто был такой случай, когда мне просто постоянно писали сообщения. И я телефон просто откладывал или выключал режим звука и не смотрел. И мне было все равно, кто мне пишет, потому что я уже выгорел и устал. Ну, да, хорошо. Слушайте, а вот еще такой интересный момент. Смотрите, когда, допустим, команда вся там распределенная такая, и вроде все у них хорошо, вот там в общем чатике все пишут, и все это синхронно, но другая часть, там, не знаю, компании, отделы, они живут совсем в другом мире, и у них все по-другому, и они там вот как раз жаждут от тебя быстрых ответов, чего-то такое. Вот интересно, как сталкивались ли вы с таким, и как с этим что можно сделать? Я сталкивался, это было больно. Ну, расскажи, как это было. Ну, получается, это у одного клиента было три офиса, один, ну, в общем, в разных городах, и у нас офис был такой, типа, очень легкий, ненапряжный, веселый, а другой офис был такой, ну, типа, другие офисы с ними, с одним было нормально, а с одним было вообще сложно, и мы собираемся, типа, на нейтральной территории общаться, и я общаюсь с инженерами, инженеры, ну, нормальные ребята, мы смеемся, общаемся, все проблемы порешали, и тут заходит их начальник, и инженеры сразу встали по струнке, улыбки с лица свечели, и все встает, типа, на серьезных щах. Ну, и что я сделал? Я просто попытался поговорить с этим начальником, а у него вот такой, ну, такой очень, как военный, я не знаю, как это описать, в общем, есть люди, которые, как военные, с ним, им сложно что-то рассказать, они уже знают, как надо, ну, если ты не выше рангом. И я в итоге просто сказал, что, ребята, извините, я вам тут помочь особо ничем я не смогу, ну, давайте мои услуги будем пользоваться в каком-то другом месте. Ну, то есть, я вообще не знаю, как это можно решить. Ну, Ричард Фейнман учил, что военным начальникам самое главное не рассказывать, что ты делаешь по-настоящему, потому что они в тот же момент начнут понимать в этом больше тебя и тобою командовать. А вы что делаете, доктор Фейнман? Произвожу вычисления. Ну, замечательно, производите. Вроде все сказал. Ну, это такая, конечно, смехуечки. Это, кстати, офигенное замечание. Я вот реально подумал, что, скорее всего, это бы сработало, если бы я просто делаю и не рассказывал, что я делаю, не пытался этого человека... Просто начальники вот такого уровня начальствования, они обычно, ну, по правилу... Как же называется это правило? Это все время я забываю. Про то, что чем начальничнее... Принцип Питера. Да-да-да, принцип Питера. Совершенно верно. Вот согласно принципу Питера, начальники, которые педалируют такую жесткую, жесткий иерархический стиль управления, их обычно интересует сигнализация не о том, что и как делается, а сигнализация о том, что оно делается. По факту. То есть, их больше успокаивает известие о том, что процесс идет, и он придет, и прогноз двое суток. Отсюда и до обеда. Есть, конечно, другой случай. Есть случай начальника невротического, который пытается лезть в микроменеджмент, и тут обычно такой дуализм получает. Точнее, не дуализм, правильно сказать, правильно сказать психологическим таким термином, амбивалентность такая имеется. Значит, человек одновременно... Все от того, что человек тревожен. Человек тревожный, у него тревожный... Как правило, это либо тревожное расстройство как таковое, либо просто какая-то акцентуация такая тревожная у личности. Значит, человек тревожен. Он тревожится, что что-то идет не так. Тревожность, она... Опять же, смотрите, есть такое... Это сейчас тоже такой ликбез по психологии небольшой. Смотрите. Когда у человека тревожность? Эта тревожность никогда, как и всякий нормальный невроз, тревожность никогда не зависит от фактического материала. Тревожность зависит от того, что человек сам в себе, например, на глубоком бессознательном уровне, он не может смириться с непредсказуемостью, например. Поэтому настоящие психотерапевты вот с этим работают. Они мирят человека с самим фактом непредсказуемости в его жизни. То есть, человека тревожит именно непредсказуемость. Человек хочет предсказуемости. И человек стремится... Лезет к одному инженеру в команде, к другому инженеру в команде, к третьему инженеру в команде. Пытается каждому объяснить, как что делать. В то же самое время, поскольку он... Все-таки мозг-то один. Он быстро устает от деталей. И его начинает бешено раздражать, когда люди в ответ начинают его спрашивать, как бы по его запросу, задавать ему встречные вопросы. Так, подожди, ты мне сказал вот тут, вот тут, вот тут. Уточни, пожалуйста, вот тут, вот здесь, вот здесь. Вот тут вот начинаются настоящие конфликты и бзики на том, что я вам по-русски только что рассказал. Да что же это такое? Еще одна попытка вызвать меня на созвон вот по этому дурацкому вопросу, и я разрываю контракт на разработку, говорит этот человек. Ну, да, имеет право, но тут важно просто понимать... Опять же, почему я говорю, темлиды, учите психологию. Тут важно понимать, что человек обеспокоит то, что просто что-то там не будет сделано, а не то, как именно оно будет делаться. Поэтому надо какой-то подбирать встречный скилл, чтобы успокаивать человека в том, что... Это, кстати, офигенное замечание. То, что с тревожными людьми... Вот, ну, я как раз, типа, классно фиксил проблемы распределенных офисов, когда там один офис просто блокировал все, что можно было блокировать, потому что они, типа, были главные, у них были там определенные права, они могли блокировать. И я просто начал общаться с ними в 3 часа ночи. Ну, по моему времени в 3 часа ночи, а у них это был день. То есть в удобное для них время, когда у них нет митингов, я начал постоянно во все сообщения, типа, говорить, вот, вы вместе решили, это вот, вот, вы мне посоветовали, какие вы молодцы. Ну, вот, когда я говорю, вот, пишу документацию, говорю, вот, такой-то, такой-то человек из такого-то офиса посоветовал мне сделать это, это и это. Ну, и когда я к нему прихожу, я ему тоже говорю, вот, у меня есть такая-то хорошая идея и два плохих варианта, выбери какой-то один. Он выбирает хороший. Я говорю, окей, спасибо большое, ты мне очень сильно помог. И когда я пишу документы, говорю, вот, этот человек, мы с ним вместе решили, что надо делать так-то и так-то. Из-за того, что там у них было, наоборот, чувство, типа, они боялись, что их заменят, боялись, что, типа, их всех уволят. И когда я начал их меншинить и описывать их заслуги постоянно, то есть буквально всегда, это, типа, всю коммуникацию так решила очень легко. Ну, это тебе свезло. Тут просто люди были... Здесь просто неуверенность в себе была кейсом, скорее, чем тревожность. Может быть. На самом деле тревожность – тревожность – это вообще очень сложный невроз. И психотерапевты с ним уже по-взрослому разбираются. И тут, поскольку ни у кого из нас диплома психотерапевта нет, тут не будем лечить по фотографиям. Но, тем не менее, просто имейте в виду, что такая опция коммуникации существует, и нам придется рано или поздно сталкиваться. У меня были военные заказчики, еще когда я в телекоме работал. Там, да, там очень все было сурово. Но у военных есть всегда такая, что у военных начальников, у них есть собственный же навык, выработанный ими, о том, что не спеши выполнять задачу, потому что может последовать команда отставить. И они поэтому думают, что все остальные действуют так же, еще не делают. Ну, это да. Это уже, знаешь, это уже, как же это называют, это проекция называется. Ну, проекция, ну, что ж поделать у нас. Я хочу добавить по поводу коммуникации и в распределенной команде о том, что очень мне помогало во времена моей работы в Босфиде, это то, что мы писали, много всего писала в документах. Потому что Slack был переполнен каналами, и в каждом канале бурлила жизнь. И доходило было до момента, когда этих каналов плодилось все больше и больше и больше, следить за ними было безумно сложно. Когда речь заходила про какие-то довольно большие массивные проекты, какие-то изменения, и эта вся координация Slack, она распухала, и было трудно это все видеть. Поэтому в какой-то момент переходили в Google Docs, то есть кто-то, у кого была какая-то, например, идея по изменению там архитектуры, либо внедрение какой-то, не знаю, нового сервиса, человек садился, писал документ, пару страниц, немного, где описывалась идея, и вот в этом этот уже документ расшаривался в Slack со словами «Хей, вот такое предложение, давайте перейдем в этот документ и там комментировать». И там люди читали документ. Это скорее формата такого типа RFC, либо, ну, я бы сказала, обычный такой RFC-like формат. Люди комментировали, смотрели, и потом уже происходила какая-то коммуникация, какие-то разговоры в сообщениях, именно в этом Google документе. Но когда появлялся какой-то такой большой-большой тренд сообщений, и это было видно, что люди там как-то начинают спорить, либо какие-то разные позиции, это вот момент, когда нужно созвониться и поговорить уже именно, ну, просто пообщаться по видеосвязь, либо по телефону, потому что там есть какое-то, возможно, недопонимание. И вот такие документы тоже классно нам помогали, потому что это асинхронно, и это можно было удобно делать с распределенными людьми, и не в Slack, когда одновременно происходит множество сообщений, и множество каких-то тем обсуждаются одновременно. Поэтому для распределенной команды безумно важно уметь писать хорошо, безумно важно уметь излагать свои мысли в виде текста. Это такой суперважный навык. Это просто вот невероятно важно. Я даже людей тестирую, спрашиваю, как они могут писать, из-за того, что, ну, и всегда создают документ о том, как писать документы. Ну, плюс лучше делать это все не в Google Docs, а в Comprimates, там есть подписка на штуки, и буквально, типа, писать так, чтобы, ожидая, как этот документ будет читать, и для кого ты пишешь, и как человек будет это все читать. Я хочу маленькое замечание тут сделать, что тут нам на самом деле мать-природа помогает, но я не про ту мать-природу, да, я сейчас по-маленьшему про другую, а про современную мать-природу. Современная мать-природа нам помогает тем, что люди, в принципе, сейчас привычно уже жить в соцсетях, и люди сейчас, в принципе, гораздо больше, чем даже 10 лет назад привычны выражать свои мысли в виде коротких текстов. Нормально, Твиттер нам поможет, ребят. Люди, в принципе, не нужно пытаться их научить, в принципе, они уже умеют, 140 даже, а иногда, ну, там, 200, или сколько там сейчас в Твиттере, я дедушка забыл. Вот, то есть, в короткий формат люди могут умещать свои мысли. Если нам хочется их чему-то дообучить в этом плане, то обучить их не тому, что выражайтесь коротко, а просто в короткий формат научитесь помещать то, что вы хотите сказать. Вот буквально такую вот штучку. Все. С моей пять копеек я сказал. Да, но я здесь, все, кстати, в Твиттере рекламируют. Я, правда, сам еще не читал. Книжку «Пиши и сокращай», там, Максима Ильякова. Да, 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 книга просто огонь. Вот, вот. Мы ее добавим. Тем, кто не читал, почитайте. А, я тоже... Еще есть буквально ссылку «Слово живое и мертвое». Тоже про то, как писать на русском. Невероятная книга. Читаешь как откровение. Отлично. Вот здесь, кстати говоря, Света очень верно затронула такую тему, которую мы до сих пор не добрались, не обсудили, про шаринг знаний. Там, Никита пытался несколько раз закинуть удочку, да. И, как мне кажется, вот документирование – это, собственно, первый и, наверное, самый такой важный шаг во всем этом, что чатики – это все хорошо, это для коммуникации, там, реал-тайм, для каких-то вот обсуждений, планирований, каких-то таких вещей, но по факту все, что воплощается в жизнь и все какие-то решения, которые принимаются внутри или вовне проекта, продукта, они должны быть описаны где-то не в чатах, они должны быть где-то задокументированы. Не знаю, вот я, например, люблю, у меня есть целые репозитории, так называются текстпекс, там, не знаю, проект-текстпекс, то есть вся техническая спецификация на проект. И все там лежит в маркдаунах, это и техническая спецификация, это все архитектурные решения. Более того, там, любой инженер, абсолютно любой в рамках этого проекта может туда сделать pull request, чем что-то поправить, описать, написать. Я даже менеджеров научил пользоваться GitLab, и они тоже, когда хотят что-то, какую-то документацию, они тоже делают pull request в GitLab в техническую документацию. А как ты их держишь в контексте обновления документации? Я имею в виду, как ты команды держишь в контексте обновления документации? Ну, смотри, во-первых, ты при желании, конечно, можешь там подписаться, но команда же 15 человек. Я, как архитектор, в принципе, отвечаю, являюсь мейнтейнером этого репозитория, поэтому любые обновления, они по-любомусу проходят через меня, потому что я принимаю эти самые pull request. Когда я их принимаю, я, безусловно, понимаю, что я принял, на кого это может повлиять, кому это может быть важно. Соответственно, я могу либо сам просто, банально, тем же самым чатиком написать, слушай, там поменяли архитектуру, ребята, вот там вы, 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 кто участвует в разработке, пожалуйста, посмотрите. Либо они сами, если они сами участвовали в этом обсуждении, они уже в контексте. Но обычно как бы это ложится на меня, как на мейнтейнера, вот такая дополнительная нагрузка по донесению каких-то ключевых моментов по изменению документации до тех, кому это в данный момент может быть интересно. Соответственно, когда человек просто приходит извне, к которому, слушайте, а где мне почитать там про что-нибудь, да? Я говорю, слушай, конечно, вот здесь, это все здесь, это вот там. То же самое там все документы по работе, не знаю, с багтрекером, они у нас задокументированы, написаны, прям гистограммы разрисованы, как кому что делать. Новый человек приходит, ты его отправляешь туда, он почитал, все, появилось предложение поменять, pull request, ну как бы, в общем, вот такой инженерный такой подход немножко. Еще есть прикольный лайфхак, как сократить митинги и время митингов, и синков. Я бы начал использовать граммарный, и сейчас стараюсь вообще везде его использовать. Просто все люди пишут данные, ну, пишут перед митингом или в конце дня в таске, что они сделали. Они вот берут таску, пишут, что надо сделать в таске, это отдельно, то есть это, типа, отдельное время. И когда сделали таску, они пишут, что они сделали. И потом, во-первых, поджири невероятно удобно искать становится, сразу можешь найти контекст, понять то, что происходит, и люди могут прочитать, что делали другие люди перед митингом без необходимости проговаривать задачи, без необходимости вообще обсуждать. Просто каждый человек просто открывает таску, сделал ее и написал. Я сделал то-то, то-то и то-то, это, типа, так-то, так-то заработало. Ну, я просто обычно использую большие таски, там, день, ну, то есть, типа, гранулярность день. Поэтому это работает, просто невероятно взлетело, невероятно, круто работало и до сих пор работает. Слушай, ну, у меня вот есть проблема в том, что там в моих каких-то командах программисты, очень мало было программистов, которые писали многословные там комментарии, вот, по задачам, по всему, да, там, это касается, в принципе, описания тому, что ты сделал, ну, и обычно там, если у тебя GitLab, неважно что, то ты там в commit месседжи просто пишешь, то есть, я, например, пишу развернуто, мне не жалко написать три строчки в commit месседжи, потому что потом как бы они привяжутся к задаче, и я сразу, глядя на нее, увижу весь контекст, но очень много программистов, которые, типа, починил, сделал, ну, как обычно, да, вот и все. Надо учить, поощрять, заставлять, и самое главное, нанимать тех, кто это в умеет и хочет. То есть, да, давай, Паш. Анмью, чуть-чуть, В четверг прошлый, в тверг к нам приезжал с гастролью, замечательный человек Антон Давыдов, вот, многие, наверное, слышали, это Руби Херо. Передадим ему привет, пользуясь лучшим. Да, мы ему передадим всеми пальцами и за то, что он делает для FP, для комьюнити, как он веселит людей, как после его презентации и жить хочется, в общем-то, да и жизнь, ничего уже, особенно в четверг вечером, что после рабочего дня. Так вот, я не буду там, уточнять, о чем именно была презентация, она была там, о принятии решений в больших командах и все такое, но третий глаз мне, Антон в этот раз открыл очень хорошей формулой, прямо буквально, я не скажу, что он сделал для меня открытие в когнитивном плане в принципе, но то, что он помог мне сформулировать, то есть, выразить то, что нужно, и вот то, к чему мы сейчас в разговоре подошли, и то, что я уже, кстати, я повторял это уже энцит раз, да, и я повторю это еще раз, вот теперь уже в виде как бы официальной формулы, которая нам решает задачу, да, значит, максимальное, мы работаем на максимальное сохранение контекста в наших, в принципе, все то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно про максимальное сохранение контекста, в разных командах контекст можно, ну, может по-разному потребовать разного количества слов для своего сохранения, но всегда хотя бы капельку, хотя бы чуть-чуть, то есть, не надо заставлять, иногда достаточно не заставлять программиста писать простыню по каждому своему решению, но хотя бы какой-то третьим человеком читаемый контекст должен быть, конечно, обязательно, вот этому я бы обучал, да, да, я и обучаю, когда у меня бывает на это возможность, именно сохранять контекст, потому что как взрослые и взрослеющие программисты мы должны понимать, что на каждом проекте мы можем быть не навсегда, и всегда найдется человек, который придет и скажет, что это что здесь за ересь, да, и вот этот эффект, который мы обсуждали, когда говорили о бординге, о том, что обязательно придет новая команда, возьмет этот проект, скажет, боже мой, что же это здесь такое, я все переделаю, если у людей будет контекст, если люди будут видеть, почему были приняты архитектурные решения, почему здесь трехэтажная лестница if-then-else с Рескью, а не Монада, и будет при этом контекст, который будет чуть-чуть пояснять, почему это странно выглядит, но вот смотрите, что это, все равно человек поймет, и у человека не будет ощущения, что он выполняет свое творчество в сферическом виде в вакууме, для нас очень важно, поэтому контекст мы сохраняем любыми доступными средствами. Слушай, я, кстати, тебя тут дополню, знаешь, мне кажется, опять возвращаясь к вопросу коммуникации уже в который раз, но вот я на себе много раз испытывал, будучи ты там архитектор и большой проект, и там есть, не знаю, сишные сервисы, есть там база данных, есть клиентские приложения, где подходит человек, говорит, слушай, вот смотри, я там кнопку туда разрежу, я говорю, так, подожди, что за приложение, что за проект, вот просто люди все считают, что как бы все остальные должны быть уже в курсе, это неправда, никто не в курсе чужого контекста. Во-первых, никто не в курсе, что есть, во-вторых, никто не поймет задачу так быстро и хорошо, как ты ее понимаешь, потому что ты над этой задачей уже подумал, ты уже что-то знаешь, а человеку, которому ты задачу коммуницируешь, всегда нужно будет иметь какую-то транзакционную задержку на то, чтобы вот это знание получить, его у него не будет, то есть у нас должна всегда быть презумпция как бы доброжелательности, но кроме этого презумпция того, что человек еще не понял все и готовность ему объяснять, сие есть добродетель. Да, я к тому, что и в коммуникациях тоже вот этот контекст, его надо давать, то есть не просто ты пишешь, слушай, Вася, как там кнопку разместить, ты ему пишешь, Вася, слушай, я сейчас делаю такое-то приложение, вот там, не знаю, такую-то рабочую область, а как ты, вот этот контекст, он важен, и вот многие тоже вот постоянно приходится бить по рукам линейкой, что, слушай, ну ты скажи, не пожалей своих трех предложений, дать человеку возможность сразу этот контекст почитать, чем первый вопрос, который, если ты его не дашь, то первый вопрос, который тебе зададут, это о чем речь-то вообще, и тебе все равно придется это сказать, но ты уже немножко выбил вот это вот все. Кстати, технически очень мне, вот, в моем виде программирования, и мы в AppDev делаем, Ruby on Rails, basically, вот, очень помогают эти, код-ревью, банальный код-ревью, то есть, когда команда видит код, ну, все могут задавать вопросы, я довольно быстро приучил ребят к тому, что мой палец в код-ревью, да, он не означает, не обязательно, то есть, обязательные необходимости обосновать, что вот, сие правильное или сие неправильное, я сразу сказал ребятам, что там, я обычный пожилой программист, я не вижу в упор многих вещей, которые в упор увидит, увидит любой из вас, потому что у вас чуть-чуть, чуть-чуть по-другому внимание, это эффект третьего глаза, да, эффект второй пары глаз, точнее, да, и у вас всегда будет возможность как бы, либо вы просто проблему больше знаете, чем я. В конце концов, мы нанимаем уже состоявшихся обычно программистов, которые умеют работать, вот, и поэтому, да, банальный код-ревью очень помогает погружать людей в контекст, люди понимают, что, как, почему. Ну, код-ревью, это больше все же уже, когда ты там, новый человек и где-то начинает, я имею в виду просто повседневной такой жизни, что вот эти моменты, контекст, они как бы такие. а повседневный код-ревью? Ну, да, без него, без него никуда. А как? А как? Нет, ну, Юрий, ребята, у меня в команде ребята очень быстро учатся тому, что, ну, код-ревью это код-ревью, ну, реально, это соцсеть, натрепались, что-то наговорили, у кого-то темперамент поширше, у кого-то кто-то скромнее, кто-то сказал, кто-то тут же сказал, ой, слушай, подожди, давай я, я сказать красиво не могу, давай я тебе пальцами покажу, там, ну, и делаю. То есть, коммуникация, она идет. Важно, да, контекст, 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 любыми силами формировать у людей постоянное движение в контексте. Да, согласен. Так, Сев, у нас с Севы тоже надо уже бежать, видишь, Сев, давай скажи там на прощание пару слов. Я собирался бежать где-то полчаса назад, невероятно классно, мне очень понравилось здесь участвовать, вообще классно, мы тут тридим, 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 а потом Павел уберет так и четенько все по площадью расставляет. Очень классный скилл, очень прикольно, мне прям очень сильно понравилось общение, очень понравились поинты Светы из большого корпоративного мира с опытом стартапа на распределенной работы, просто очень круто, невероятный опыт, было приятно общаться, ну и, конечно же, Константин, спасибо, что позвали, было прикольно, интересно. Да, ты тоже там не забудь сохранить свою дорожку, вот, и дослушаешь потом подкастик наш. Да, всем пока. Давай, пока. А мы как это, знаете, вспоминается мультик тот, Сонька у меня смотрела. Степенно теряем людей. Да, да, когда, знаешь, это кто там, слоник или обезьянка, пошли гулять, сначала они всех собрали, а потом вот она возвращается, и потихонечку люди так уходят, и, значит, один-один остается. Да, ноль программистов ругал сердитый шеф, потом уволил одного, и стало их ФФ. Да, 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 и про это тоже. Слушайте, у нас еще осталось, конечно, буквально каких-то пара тем, к которым мы так не добрались, это про там, ремоут таймтрекинг, мы вроде говорили там про доверие, да, но и в то же время ты доверяй, но проверяй, да, вот такой момент. Безусловно. Вот давайте, наверное, все-таки хотя бы попробуем эту тему так немножко проговорить. Паш, ну, давай, ты уже начал, расскажи, как это у вас. Здесь я скажу так, в удаленной, в совсем удаленной команде. Таймтрекинг – это наше все. У нас рейд по часовой, вот, поэтому люди, в принципе, с ходу, с первого собеседования, знают, что им предстоит учитывать свое время. Больше здесь проблема стоит не в том, чтобы затрекать время, трекать, ну, в общем, таймеры того или иного рода, онлайн или там офлайн, все умеют использовать. Вот. Тут больше интересен вопрос, вопрос оценок истимейтов, но вопрос истимейтов – это совсем серьезный вопрос, я думаю, мы не сможем там в течение получаса или часа как-то его обсудить, тут целая теория, там люди книги пишут, тома, там диссертации, они, конечно, даже защищают кое-где, вот, там как оценивать работу, но тут как бы базовое правило – это, опять же, максимально точное определение минимальных квантов, да, какой-то работы, чтобы вот как-то вот это вот все определять. А учет времени – да, учет времени – это обычная повседневная практика, и то, к чему мы стремимся, это учет времени каждодневный. Так и тем лиду легче, и менеджерам, пристегнутым к проекту, понятно, что происходит, потому что, когда они будут заниматься какой-то дипломатией с заказчиком, они, соответственно, будут иметь картину, которая позволит им контроль, ощущать контроль над ситуацией. Опять же, меньше тревожности, меньше стресса, все спокойнее говорят, и никто не напрягается. Слушай, но вот тут, смотри, я тоже, с одной стороны, задачу, когда она спускается, программист, он оценивает ее сам, ну, типа, я эту задачу сделаю примерно за 2-3 часа, условно говоря, а ты дальше тоже сверху, обладая какой-то все же, как тем лид, какой-то технической компетенцией, понимаешь, ну да, в принципе, норм, норм, то есть не к тому, что… Торгуемо, да, то есть, да, это лидическое понятие, торгуемо, да. Да, отсекаешь заведомо как бы там завышенные, заниженные оценки, трудовые в смысле этого дела. Дальше вот интересный вопрос, что тут, во-первых, программисты, они как бы тоже, ну, я вот всегда их пытался учить, потому что, ребята, вы, пожалуйста, научитесь сами отслеживать свои оценки, потому что, ну, вот ты сказал, что ты сделаешь… Это длинная история, она на самом деле корнями идет вообще в принципе, в принципиальные когнитивные искажения, которым наши мозги имеют свойства, да, это та самая вот это вот желание, то самое желание поощрения, да, о котором мы говорили. И это как бы попытка адаптироваться, вот это вот все вместе приводит к тому, что люди всегда будут склонны скорее недооценивать, чем переоценивать, то есть давать тебе, ну, ты сам понимаешь, промахиваться… более как бы оптимистичный вариант. промахиваться в большую сторону по исполнению, чем в меньшую сторону. Это обычно, с этим нам предстоит жить, нам нужно просто стремиться минимизировать вот этот… минимизировать вот эту вот ошибку. Вот. Что мы делаем у себя? Опыт, да, делюсь. Что мы делаем у себя? Мы на первых порах, когда приучаем людей к оценке, мы прямо берем какие-то задачки и вместе… Вот нас там собралось на дейлик, там, пять человек, и давай вместе смотреть. Давайте там торговаться. Кто сколько… Вот смотрите, кому сколько кажется вот это всё. Вот. И мы постепенно, так потихонечку, разговорный навык оценки вырабатываем. Опять же, тут вопрос именно в открытости коммуникации, она должна быть открытой, и она должна быть понятной. А тем лиц следит за тем, чтобы не было попытки давления, того или иного, эмоционального давления. И потихонечку… У нас надо понимать, что у тебя никогда не будет сферических людей в вакууме, у тебя не будет сотрудников, которые будут безошибочно и точно определять свои затраты. Об этом там описано. Да, это понятно. И в корпоративной культуре, а уж тем более в удалённой. Просто надо понимать, что люди твои живые, они будут ошибаться. Твоя задача как темлида – эту ошибку уменьшать и не выгорать от того, что она никогда не исчезнет. Она никогда не исчезнет. Свет, Свет, а расскажи, как у тебя… Ты же тоже и удалённо у тебя там работала, и вот сейчас как бы в большой… вот что касается эстимейтов, в продуктовых компаниях этому сильно меньше над этим запаривается, то, что я вижу. Когда у тебя идёт почасовая плата, либо у тебя сервисного плана компания, то зачастую там проекты оцениваются по TNM, это вот Time and Material, и тогда это становится очень важным аспектом. Когда у тебя идёт разработка продукта, то там немного с другого плана всё смотрят. Безусловно, да, есть сроки, есть какие-то жёсткие додлайны, зачастую обусловленные какими-то событиями и там команда маркетинга должна подготовиться и скоординировать всё. Но вот такой жёсткой, знаешь, структуры в плане того, что вот ты сказала либо сказала, это займёт у тебя два дня, а занимает неделю, давай отчитывайся, почему так долго, такого особо я не наблюдала. И не в Беларуси, когда работала в продуктовой компании, не сейчас. Вот в Лондоне, где работаю тоже в продуктовых компаниях. Поэтому, но эстимейты были, когда и в Беларуси, и здесь, когда идёт речь про процесс. Процесс, допустим, речь идёт о скраме, есть планирование спринта, в этот спринт закидываются какие-то задачи, задачи эстимируются с использованием этих story point'ов. Это, ну, много можно об этом говорить, действительно, это огромная, большая тема по поводу эстимейтов. Но я не могу сказать, что у меня, знаешь, такое мнение, что эстимейты, прям без этого жить нельзя. Как-то, у меня, опять же, довольно большое есть доверие по поводу многих вещей к команде. И когда мне, то есть, у меня обычно срабатывает такое, знаешь, чувство, что мне как-то доверяй, но проверяй, когда я вижу, что какая-то задача занимает много-много времени, и тогда возникает вопрос, ага, почему, а что там случилось. Но, опять же, наверное, как-то это одно, с одной стороны, мне повезло, с другой стороны, нет. У меня и в басфите была очень такая команда из людей, которые были очень высокого левела, и с высокой такой степенью какой-то болезни за продукт. им было очень важно именно продуктовые фичи задериверить. Не техническую часть больше, а именно продуктовая часть. И это очень другой, знаешь, майндсет, это очень другой подход к разработке. то есть, эстимейты, вот, вот, по то, что вы говорите, оно как-то у меня больше было вот в начале моего такого профессионального пути, потому что я начинала с сервисной компанией. И вот там это было очень важным. И там это было супер, там, таким краеугольным камнем. И здесь у меня, когда у меня возникают моменты про время, когда мне нужно, есть специальная отчетность, когда в компаниях можно вернуть налоги за R&D-проекты. И вот в этих R&D-проектах мне нужно будет указывать, ну, что примерно происходило, к чем люди занимались и сколько процентов времени они на это потратили. Вот тогда мне нужно знать время. А так, ну, особо мне даже не нужно. Мне нужно дериверить какие-то фичи продуктовые. Вот. Но, то есть, это не то, чтобы очень релевантная вещь для меня сейчас. Интересно, интересно. доверия очень много. То есть, я вижу, что доверие сильно больше, ну, по крайней мере, в компании, где работаю в Лондоне, намного больше доверия к инженерам здесь, чем то, что я чувствовала работая в Беларуси. Но, опять же, у меня очень разные левелы здесь и там. То есть, я не могу сравнить одно и то и то. Слушайте, вот тоже интересный момент с моей доверие, да, как бы, я вот никогда не столкнулся с тем, когда там, знаешь, трекают всякие, там записывают экраны, вот это там, трекают, что там, в каких приложениях ты сидишь. Мне кажется, это какая-то грань же. Я бы в таком не хотела работать. Мы же договорились, что психиатрические вещи у нас будут решать медики, а не мы с вами. Ну, все, хорошо. То есть, это все же... Ты понял намек, да? Да, я говорю, что как-то вот... Это история, это на самом деле, это история про настоящий невротизм, это история про настоящий микроменеджмент, да, и это история про то, что если овнеру компании хочется вот так, значит, ему хочется неудаленную компанию. Овнеры тоже разные бывают. Бывают люди, которые, например, хотят на офисе сэкономить, да, бывают люди, которые хотят команду энтузиастов собрать и работать. Это две разные хотелки. Вот. Тут уже история про то, как быстро успеть, то есть, как сэкономить силы, чтобы успеть вовремя убежать из такой компании. Безусловно. Ну, да. Я знаю, есть была такая, даже есть компания, она предоставляет, то есть, она outstaffed инженеров другим компаниям, и вот у них какой-то очень странный процесс собеседований, они называют его турниром, и вот в этом процессе собеседования проводится там куча скринингов, и когда человек говорит, да, я готов или готова работать, то устанавливается специальный софт на их компьютер, и этот софт раз в, там, то ли минуту, то ли, может, в пять, делает скрины, и там очень жестко все трекается. Люди работают, и вроде как еще не сошли с ума, но я бы не хотела в таком месте работать. Не-не, я тоже слышал несколько таких компаний, и одна из них, собственно, если не ошибаюсь, это как раз-таки кроссовер, да, который вот они, такой внутренний маркетинг, но у них, я понимаю, почему оттуда не уходят, у меня, собственно, один там мой товарищ, тоже такого там плана уровня архитектора, туда сейчас вроде бы собирается пойти, да, там очень долгие процессы собеседований, там курсы, у них курсы, какие-то тесты там по английскому, тесты по психологии, еще что-то, но у них рейты, они как бы берут тем, что за час они платят там в среднем, там, не знаю, в полтора-два раза больше по рынку, и как бы у них, вот тем самым, как бы, ну, либо ты с этим миришься, вот с этой фигней, хотя, ну, лично для меня вот как-то это дико, то есть я не готов на это пойти. то есть рынок, скорее русскоязычный, ну, это не только для тебя, это просто дико, я тебе как человек, у которого есть в дипломе слово психология, я тебе скажу, это просто дико. Слушайте, ну, еще, наверное, какой-то один вопросик, небольшой такой, я думаю, напоследок, а то уже мы так... У меня есть последний момент, который я хотел бы добавить, то, что мы не обсудили про удаленные митинги, как это организовывать и что нужно учитывать. У меня есть пару слов по этому, но какой у тебя есть вопрос? Не-не-не, давай уже, я как раз к другому вопросу хотел уже, к другой теме, поэтому давай, вставляй. По поводу удаленных митингов, это тоже моя боль, это такие, мне нравилось то, что в переговорках, в том, что я видела в Басфиде, когда я ездила в офис Нью-Йорк, я заметила, там такие памятки лежали на столах, в переговорках, и там было написано, что делать, ну, как-то такие, не забудьте про нюансы. И это очень такая приятная штука, и мне понравилось, я даже сделала фотку, я даже нашла эту фоточку сейчас, прямо вот нашла, это была фотка, больше года назад сделана, я нашла у себя в архиве. Вот, собственно, первое, это то, что нужно иметь в виду, это то, что все ли люди знают друг друга на этом митинге, то есть, если кто-то приходит новый, пожалуйста, представьте этого человека. Это такой момент, когда вот я начинала работать, я прихожу на какой-то митинг из десяти человек, и в них какой-то контекст, и я понимаю, что я ничего не понимаю, я не знаю, кто эти люди, почему вы на этом митинге, а не митинг лидов, что вы лидите, куда вы лидите это, вот, и это очень важно, такие моменты отслеживать, если вы какого-то нового человека приводите, пожалуйста, сделайте усилия и представьте других людей. Дальше, и это для распределенной команды, и для любой команды, это тоже, это валидно абсолютно. Если это распределенная команда, то, пожалуйста, убедите, что люди могут, как это, слышать вас, то людей, которые там, допустим, в переговорке находятся, и люди в переговорке тоже могут слышать. Проблема в том, что зачастую, когда разговор идет в переговорке, и там есть человек, который удаленно подсоединяется, очень трудно порой вклиниться в какой-то уже существующий разговор, и там нужно, как это, чтобы эта группа, которая разговаривает, она понимала, что есть удаленный человек, и периодически нужно, как это, выдыхать и давать человеку сказать слово. И зачастую, если в митинге есть какой-то выделенный специальный модератор, то это задача модератора прерывать разговор в переговорке, говорить, давать слово человеку удаленному, потому что по-другому очень трудно прерывать порой какой-то текущий разговор. Зачастую люди настолько сильно увлекаются на митинге, что начинают как-то, не знаю, отъезжать на стуле дальше. Я такое часто вижу закидывать руки за голову и как-то откидываться на стену на спинку кресла и становится человеком совершенно не слышно для удаленного человека. Да, это точно вообще есть проблема такая. Вот такие нюансы, которые для удаленных людей не очень хорошо заметны. Либо там кто-то случайно положил книжку на такое углубление, где находится микрофон, и никого не стало слышно вообще. Вот такие нюансы. Либо кто-то приходит там с обеда либо с утра митинг и доедает какой-то бутерброд, и вот по неудачному стечению обстоятельств человек сидит прямо возле микрофона и это хрустит, шумит прямо в уши. Вот такие нюансы, которые нужно просто вот понимать и учитывать. Дальше есть люди, которые, и вот я замечала, вот особенно когда видишь разную социальную динамику на митинге, есть люди, которым трудно кого-то прерывать. И вот я вижу, что человек учит это рассказать, знаешь, так набирают воздуха в легкие, и потом кто-то постоянно прерывает этого человека. Вот такие, это вот задачи меня как менеджера, такие вещи ловить очень-очень-очень четко. И это задача там любого лидера, любого руководителя понимать, что у вас есть разные люди в коллективе, и людям нужно давать слово. И то есть сказать, вот там, не знаю, у Васи, у Пети есть что-то сказать, давайте дадим слово Васе, Пете. И такие вот моменты вот нужно очень четко ловить. В удаленном митинге это безумно становится сложнее, особенно если вы руководитель, и вы там не присутствуете в переговорке, где сидят много людей. Вот. Еще из нюансов, которые я хотела добавить здесь, в идеале у вас есть человек, который ведет заметки по митингу, и зачастую этот человек как правило как-то вызывается один человек, у которого постоянная священная обязанность вести эти заметки. Это довольно нечестно, и то, что мы придумали, это такая ротационная роль, где если в митинге участвуют 10 человек, есть в начале документ, в начале документа табличка, где написано какая дата, кто будет вести заметки. Тоже, чтобы не было это один постоянный человек, который всегда это делает. Давай дополню тебе, что в принципе такой человек должен быть, потому что, знаешь, до сих пор еще встречаются варианты, когда люди провели митинг, а никто по факту не выписал тезис и вообще не зафиксировал. И тогда вроде провели, а что было, обсудили, на следующий день уже забыли. И здесь важно в принципе это делать, и твой поинт совершенно верный, что не очень хорошо, когда это делает один человек. Ну, если он добровольно, конечно, не хочет этим заниматься. Потому что это не такой еще важный момент, что зачастую эта работа считается такой, ну, не знаю, низкоуровненной, низкоквалифицированной, и человек, который просто пишет заметки о митинге, как-то на что становится совершенно незаметной фигурой. Это важная роль, и это нужно как-то постоянно об этом говорить. Если это роль переходящая, то все люди как-то шарят боль написания заметок и структурирование этого всего. Ну, и там классика жанра. Расшали заметки с членами митинга после. Зачастую удобным образом, просто если у вас в Google календаре, это постоянный митинг раз в неделю, раз в месяц, у вас просто Google документ прикреплен к митингу, всегда можно легко найти, без проблем это сделать, и все понимают, где искать заметки, если там не пришли на митинг. И, наверное, такие базовые вещи по поводу митингов это, ну, удаленная команда это все. Лучше всего, если у вас кто-то удаленно участвует в митинге, то все члены тоже удаленно участвуют в митинге. То есть, каждый одинаковый, как бы однорангово. Когда у вас есть переговор, как я сказала, есть там несколько людей присоединенных по видеосвязи, вот это не самый приятный сетап, возможности, избегайте его. Но редко такое бывает. Но если есть офис, да, то какой-то созвон, то такой обычно редко получается, чтобы еще заставить каждого в рамках одного офиса пойти на свои места и сесть там за свой комп, чтобы собрать митинг. Обычно не забираются, короткие все, знаешь, как обычно тебе звонят, ты такой сидишь, тебе раз, звонок. Привет, Костян, слушай, мы тут сейчас четвером в переговорке, и вот, значит, погнали. А дальше вот все те самые проблемы, когда кого-то не слышно, кто-то вдалеке, невозможно там перебить, и они там начинают общаться между собой, а ты такой сидишь, думаешь, боже, зачем они вообще мне позвонили? Да, между собой, особенно у них очень другая динамика голоса становится, вы не слышите, о чем они говорят, и это просто, это одище, это самое, самое тяжелое там находиться. Ну, и там еще были нюансы такие, когда митинги у меня были такие длинные, там, два часа, и не без перерыва. Блин, сделайте перерыв в середине. И это вот моя, то есть, моя задача как менеджер сказать так, у нас сейчас перерыв, пять минут, потому что у людей есть естественные надобности, пожалуйста, погуляйте пять минут. Вот такие маленькие нюансы, которые нужно прям, ну, замечать, и опять же смотреть, наблюдать за людьми. И часто, ну, есть люди, которые там начинают всех просто подавлять митинги. Один человек с сильными идеями, с сильными позициями нужно, опять же, как руководителю, нужно, ну, такие вещи, как это, быстро видеть, и как это, изменять динамику таким образом, чтобы люди могли в этом участвовать. Возможно, кому-то с кем-то психологически некомфортно. Такие тоже могут быть нюансы. Ну, разные есть митинги, не всегда это только твоя прямая команда, могут быть и другие члены команды, да там, члены других команд. Вот. Поэтому таких нюансов, то есть, я могу долго говорить про митинги, но что касается именно удаленного аспекта, то это как-то в первую очередь все, что касается микрофонов и видеосвязей, обязательно что-то не работает у кого-то. Ну, не бывало, то есть, у нас как это, мы ракету умеем запускать на видеосвязь. Почему-то всегда с первого раза не работает. Ну, да, сапожник без сапог это классический вариант, когда, да, мы тут пишем, строим сложную фронтную систему, а со связью у нас или там сеть у кого-то отваливается, микрофон не заработал, тут батарейка села, место на диске кончат. Это даже в подкастах мы такое тоже проходили. Почему, собственно, чек-листы всякие помогают сильно. Кстати, там есть даже книжка про, там называется «Чек-лист на лифясты», по-моему, так называется, именно про чек-листы, как это помогает в менеджменте в принципе. И там, по-моему, это бывший пилот написал, хотя я в этом не уверена. У пилотов чек-листы, это их все. Они по ним живут. У меня был опыт как это сопровождение, пилотирование. И там мне дали чек-лист, и говорит, «Света, твоя задача, бери, иди по чек-листу, и я буду это все проверять». Проблема была в том, что когда я называю что-то, человек говорит «чект», я не понимаю, что имелось в виду, там какая-то деталь, человек говорит «все проверено». А человек просто ничего при мне не проверял. И мы такая, блин, паника, так проверили, либо нет. Поэтому это тоже такой момент. То есть чек-листом хорошо, но на самом деле проверили вы или нет, это все остается на совести. Ну, безусловно, безусловно. Итак, что мы сказали? Мы сказали, что должна быть модерация, что должна быть фиксация, и механизм распределения этих ролей таким образом, чтобы никому не было обидно. Ну, вот мы что, Света туда минуту, я, кстати, рассказываю, и Паша, как всегда, раз, ребята, в трех предложениях. Нет, все правильно, все супер. Слушайте, ну… Я так люблю, поэтому угадайте, кого иногда выбирают модератором на… Ну, да, да, мы догадываемся. Слушайте, ну, еще одну небольшую темку, которая все же, чтобы уж так сказать, для полноты картины, что называется, давайте обсудим, хотя не полным составом, это тема про больничный, и вот как бы тоже интересный вопрос. Одно дело, когда в офисе, значит, народ болеет, ну, была просто у нас в списке, и там можно долго там спорить, приходить, не приходить на работу, выгонять там на больничный, вот в удаленной, распределённой команде все же этот момент, мне кажется, немножко отличается, вот офисный. Ну, там накашлять друг на друга, конечно, сложно. Да, но вот вопрос все равно, как к этому подходить, потому что, как бы, с одной стороны, вроде, да, я же все равно дом, я же никому, вроде как, никому не мешаю, хотя мы оставляем за кадром то, что ты там не можешь нормально, более здраво там какие-то решения принимать, там, может, споры, вот, ну, просто интересно, ваши какие мысли. Понимаешь, здесь нет серебряной пули, и вот просто интересно ваши какие-то мысли. Свет, давай расскажи, как в серьёзной компании происходят дела, а я потом свои кит-соображения добавлю о компании масштабом поменьше. Ну, собственно, есть политики на всё, и политика, которая говорит о том, что вообще она разная для каждой страны, но то, что я могу говорить для UK, у меня есть пять дней или семь дней, когда я могу болеть, то есть я просто болею, мне не нужно идти к врачу за справкой, я чувствую себя плохо, я говорю, у меня есть этот sick day, когда я просто сообщаю своему менеджеру, который у меня в Сан-Франциско, у меня в Лондоне нету никаких менеджеров, и я говорю то, что я чувствую себя плохо, я сегодня на больничном, и всё. То есть я об этом сообщаю команде, потому что менеджер мой, он не является менеджером моей команды, то есть моя команда, то есть я менеджер этой команды. Я говорю о том, что я не могу сегодня работать, и я даю таким образом тоже пример команде, что если мне плохо, то я сижу дома, я не работаю. И это тоже довольно сильный сигнал, потому что люди банально копируют руководителей, не хотели, вне зависимости того, хотят они этого, либо не хотят. И я могу так неделю болеть, каждый день я сообщаю команде и руководителю, как я себя чувствую. У меня был совсем недавно такой кейс, когда я неделю просто была никакая. И я не ходила на работу, я не разносила никакой заразы в офисе, и я сидела просто дома. К пятнице мне стало чуть-чуть получше, и к пятнице я посмотрела там на почту, посмотрела там какие-то нюансы и попыталась что-то сделать, но я поняла, что нет, я сном себя плохо чувствую, я неделю вот была никакая. После этого я могу пойти, уже даже не могу, я должна пойти к врачу, если мне плохо, чтобы не было какая-то справка, потому что включаются какие-то социальные механизмы с государством связанные, потому что там будет оплата, как это производится через другой фонд, но это был не мой кейс, мне недели хватило даже больше, то есть два дня плюс 9 дней суммарно было. 9 дней суммарно мне этого хватило, чтобы выздороветь. Но это 7 дней в год условно говоря тебе бесплатно дается, или на какой период? Нет, они не говорили сколько тебе в год, то есть у тебя есть вот эти получается непрерывные 7 дней, если я больше 7 дней болею, тогда у меня включается какой-то механизм другой, но я могу, то есть грубо говоря, я могу этим правилом злоупотребить, и здесь речь уже как-то про доверие. Доверие у меня довольно много идет, то есть я могу действительно через неделю говорить, ну я снова на больничном, я беру вот эти дни, но безусловно, если я буду так себя вести, то это будет понятно, что я этим злоупотребляю, и со мной там поговорит отдел персонала, со мной мой менеджер поговорит, и мне скажут, Света, ну что-то с тобой не так, возможно идти нужно тебе к врачу специальному какому-нибудь, ну то есть такие вещи будут решаться уже по-другому, но нету, я такого ограничения этого не видела, то есть именно для UK в моей текущей компании это вот я могу непрерывно 7 дней и наверное бесконечно хорошо, но и все же расскажи, у вас принято как бы, что если ты себя там неважно чувствуешь, то спокойно иди сиди дома и вот это все, приветствуется, если ты можешь работать, то просто ты работаешь из дома, я и даже, ну то есть вот тоже, знаешь, есть такие негласные правила в коллективе, когда я вижу, что люди если болеют, они говорят, я себя плохо чувствую, я сижу, я сегодня работаю дома, и это даже я не видела ни одного случая, когда кто-то из коллег оставался в офисе и, ну там, кашлял, чихал, я такого не замечала, то есть это уже такое, ну вот, правило в коллективе, которое стало нормой и никто так не делает и меня, безусловно, раздражает ситуация, когда человек болеет и человек сидит на работе и заражает всех вокруг, это, ну, это не очень здоровая атмосфера. Понятно. Угу. Смотрите, у нас история такова, что, ну, мы послушали сейчас, как происходит дело в совсем, совсем развитой стране и очень развитой компании, да, у нас все поскромнее, но что, я имею в виду, у нас все поскромнее в плане государственного обеспечения и всего-всего-всего, но это как бы тривиально, это можно легко погуглить, как что происходит, как происходит у нас в команде. В команде у нас человек, заболевая, сообщает о своем состоянии и он, пока болеет, он получает свой стандартный рейд без без уменьшения. У нас такая договоренность. Считается, что риск того, что человек начнет мухлевать, мы можем себе позволить. Да? Потому что, во-первых, все, и, скажем так, больше двух человек за раз никогда мухлевать не начнут. Ну, когда мы дорастем до объемов 500 человек хотя бы компании, ну, тогда посмотрим, тогда мы продолжим этот разговор. Так статистически нет. И как бы тут включается история именно про то, что мы уже создавали команду и набирали в нее людей, и все, о чем мы говорили сегодня с вами в этом разговоре, все было сделано с наилучшим возможным качеством, чтобы доверие к людям, в том числе по состоянию и здоровья, было максимальным. Как решаются конкретные вопросы на административно-бухгалтерском уровне, я, конечно же, не знаю. У нас этим занимаются специальные люди, но то, что человек знает, что из-за того, что он болеет, он не получит вдвое меньшую зарплату, как положено, по-моему, по трудовому законодательству в России, просто так, по жекошной глупости говорю, но тут кто-нибудь Ну, там есть какие-то, да, что там в зависимости от твоего стажа, так вот, у нас в компании принято человеку платить за болезнь, как за работу, что называется, да, таким образом мы удерживаем человека и поощряем его лояльность к команде, вот, ну, и поддерживаем собственно человека, потому что, вы знаете, в России заболеть это не поле перейти, вот, у меня был случай, когда сотрудник пришел бордиться на проект и внезапно свалился с воспалением легких на месяц, задержали бординг, были проблемы с заказчиком, решили, потому что заказчик, он каждый день разный, а с коллегой придется работать, ну, это вот таким образом ставится акцент в нашей команде, то есть, для нас лояльность команды, она как бы, она, ну, она понятно, что умными людьми на нужном уровне, она уравновешивается с лояльностью к заказчикам в целом, вот, но, опять же, мы выступаем из презумпции того, что взрослые люди по-взрослому общаются, вот так. Ну, понятно, в общем, такой, я бы сказал, если бы вообще такой просто нормальный, здравый подход, как бы, что не перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону, там, не... Ну, безусловно, это как бы, да, тут именно нас, мне интересно, как пошла наша беседина, именно в том виде, как именно мы эту палку не перегибаем, вот, мы поделились конкретными приемами, это очень здорово. Ну, да, у нас, собственно, тоже, как бы, когда мне там кто-то из моих ребят говорит, слушай, я что-то там себя неважно чувствую, я там поваляюсь дома, все, окей, поваляйся, как бы... Поваляйся, да. Потому что просить человека что-то сделать, как бы, ну, да, ты можешь его попросить за счет там кредита доверия какой-то своего такой, там, не знаю, должность, еще что-то роли, ты можешь человек напрячь, чтобы он что-то сделал, но выхлоп его работы будет, скорее всего, ниже, и на это уйдет больше времени, то есть оно просто бессмысленно тратить. Во-первых, и ошибки, и ошибки, извини, что перебиваю. Да, конечно, я тоже самое хотел сказать. Я, то есть, раньше я замечал за собой, что вот, когда я работала именно на инженерных только роли, я заставлялась, ну, то есть, как-то, заставляла себя работать, когда я чувствовала себя как-то немножко, ну, приболевшей, неважно, и как-то у меня получалось. Вот сейчас я понимаю, что если даже я не высыпаюсь, я чувствую, что я хуже принимаю решения, я медленнее принимаю решения, а моя текущая работа, она очень часто заточена на то, что мне нужно принять решение. Мне приходит там куча-куча сигналов, там, да, прошло собеседование, и там какой-то, знаешь, кандидат, который, ну, возможно, да, возможно, нет, и ты, как руководитель, должен принимать решения в этой ситуации. И вот я понимаю, что мне вот в этих ситуациях мне нужно иметь, как это, 100% моего ресурса. Я должна быть совершенно адекватной, должна быть выспавшаяся, я должна чувствовать себя хорошо, чтобы принимать хорошее решение. И я четко ощущаю, если я плохо себя чувствую, как это влияет на принятие решений. Поэтому я, как это, удаляю себя, если я чувствую себя нехорошо. Я с тобой полностью соглашусь, что когда я там раньше был, там лет назад сколько-нибудь, и да, я тоже думаю, о, поболее, ничего, надо там, поделаю что-то, а потом как-то, ну, не знаю, что там, в силу каких причин, пришло вот это, знаешь, такое, что да, вот неважно чувствую, лучше я там день, час, два, не знаю сколько, просто ничего не поделаю, и я знаю, что эффект от этого будет больше, чем я буду себя заставлять, и вот это все. Ну и люди, понимаешь, люди смотрят на то, как ты себя ведешь, как руководитель, они, они хотят, как-то хотят того, либо не хотят, они все равно копируют твое поведение, твои привычки, то, как ты себя ведешь, и как ты, то есть не то, что ты говоришь, а то, как ты себя ведешь. Если ты болеешь, и ты приходишь на работу, и думаешь, это от нас ожидается, и ты там можешь тысячу раз говорить, что ребята, либо там какие-то коллеги как-то заболели, сидите дома, а какого черта ты не сидишь дома, ты же приходишь на работу, значит, и мы должны, значит, у нас как бы такое, как там, ну вот ожидание от коллектива вот такое, ты его просто проецируешь, и то же самое касается там часов работы. Я могу тысячу раз говорить людям, что не сидите там допоздна, там 7 часов вечера, все идите домой. А если у нас там какие-то четко обозначенные часы, я вижу, что человек работает больше уже 8 часов, но если я сижу позже, то человек просто начинает ожидать то, что ну, наверное, так нужно, раз руководитель так делает, наверное, так принято, и ты можешь что угодно говорить, люди видят, что ты делаешь, и вот это важно. Слушай, ну это да, но мне кажется, немножко в распределенной удаленной команде этот фактор вот именно там по часам, по идее, должен быть немножко меньше, потому что, ну с одной стороны, все там могут быть в разных часовых поясах, и в принципе, например, я в случае удаленной такой вот какой-то своей команды, я не ставлю цели, чтобы люди работали удаленно там с 10 до 7, условно говоря, то есть пусть они работают когда им угодно, то есть там днем, вечером, ночью, я, например, могу там спокойно ответить там ночью на письма, но это не значит, что я весь день работал и засиделся там до 12, да, это значит, что я, возможно, какую-то часть времени дня занимался чем-то своим, а вот вечером добрался до работы, то есть я, например, вот это вот так немножко воспринимаю. Вот в чём дело люди, многие люди не знают, что ты был там занят днем, поэтому ты потратил ещё много времени вечером, чтобы доделать какие-то дела, и вот здесь снова приходит какая-то коммуникация, мы должны оверкоммуницировать и говорить о том, что вот я, ну то есть если ты не работал днем, был где-то занят, ещё какие-то дела, а работаешь вечером, и там ночью посылаешь письма, то есть какая-то для этого причина, какая-то исключительно, возможно, ситуация, и я стараюсь, если я пишу там ночью какое-то письмо, оно мне приходит с опозданием всегда, то есть я отправляю это письмо, там, как это, отправить в 8 утра либо в 9 утра, ну то есть я понимаю, я делаю определён, то есть мои действия это определённые сигналы, я очень аккуратно на это смотрю, когда я отправляю сообщения, когда отправляю письма, никаких писем в час ночи, я не буду такого делать. Ну вот видишь, немножко, немножко, да, разное, у меня как бы там, моя команда, мои ребята, они просто знают, как мы знаем, как мы как раз таки живём, это вопрос всё о коммуникации, о неформальном общении, да, и как бы они там, да, знают, что я там полдня, не знаю, поехал куда-то там с дочкой, погулял днём, как бы потому что хорошая погода, и поэтому я там вечером в 12 написал им там письма, они это абсолютно нормально воспринимают, и там любой из них тоже может сказать, слушай, я там смотаюсь по делам туда, всё окей, вопросов нет, но для вне, например, да, это немножко по-другому, то есть тут опять же, видишь, у меня лично немножко разный подход к тому, как я общаюсь внутри, вот нашей такой распределённой команды, да, и то, как я общаюсь там со всей большой компанией, где всё по-другому, где офисы, где все там с 9 до 7, вот это всё, и вот это, то есть я отделяю, здесь у нас вот так всё асинхронно, а там это совсем по-другому, да, там другие письма, другие, ну, так вот, потому что это опять-таки, видимо, особенность в силу того, что сама компания там большая, она, у них нет такого понятия, как удалённо, они все такие жёстко, и вот есть только мы такие, где у нас всё по-другому, поэтому приходится вот эти два мира совмещать, и тут, конечно, ну, есть некоторые какие-то такие сложности, которые приходится как-то преодолевать, к сожалению. В общем-то и добавить мне нечего, кроме того, чтобы опять произнести что-нибудь такое, таким образом, мы только что с вами проговорили, что нам важно, я чуть-чуть вернусь к тому, с чего мы начали этот кусочек, да, с внезапного заболения, да, то есть, во-первых, мы должны понимать, что мы должны позволять людям болеть безнаказанно, сейчас такую вещь говорю, такую, опять же, для некоторых сугубо ретивых, российских менеджеров, возможно, это будет, как бы сказать, серпом по, да, не будем. Не серпом, но и иритейтив всего лишь навсего, то есть, раздражающим, хорошо, хорошо, раздражающим, да, то, что нужно позволять людям болеть безнаказанно, а также давать вот такие небольшие слабины в коммуникации, да, безнаказанно, потому что, во-первых, мы понимаем, во-первых, какие задачи мы решаем, во-первых, мы не позволяем человеку работать некачественно по причине, по причине его физической неспособности к этому, да, то есть, мы понимаем, что человек больной работает, заболевший работает неэффективно, и человек понимает, человек тоже не дурак, он всегда знает, что он заболевший будет работать неэффективно, а если ему кажется, что неэффективно, значит, что у него слишком высокая температура, ему надо принять жаропонижающее. Заболевший человек будет работать неэффективно. Это раз. Это такая очень грубая, прагматическая причина. И вторая причина, тоже прагматическая, но более психологическая. Мы не должны, скажем так, мы не должны поощрять в людях усвоение плохих паттернов, неправильных паттернов. Паттернов того, что нужно... Паттерн того, что оценка твоей лояльности в команде и оценка твоей работы в команде зависит от того, как ты кипяешь, насколько долго ты работаешь, или наоборот, насколько четко ты соблюдаешь часы окончания работы, или насколько четко ты не болеешь и все такое. То есть, здесь я бы выделил две вещи. Во-первых, мы понимаем, что люди могут болеть в прямом и в переносном смысле. И второе, что люди в команду надо вести таким образом, чтобы не давать усваивать дурные паттерны. Света очень хорошо привела этот пример практически японских корпоративных заболеваний, которые известны. Очень хорошо Никита Кожекин в поваренной книге Самурая описал вот эти вот смешные случаи. Он работал в Японии, в большой корпорации и вот эту японскую культуру работы, когда вечером начальник обязательно задерживается на два часа после конца рабочего времени, все сидят, ждут. И потом спустя два часа начальник вежливо встает, извиняется, что так всех задержал и уходит. И потом все люди по очереди аккуратно встают и с поклоном извиняются перед всем коллективом. Извините, но мне сегодня так надо рано бежать. А к тому времени уже три часа с конца рабочего дня прошло. И так далее. Да, смех смехом, а шутки шутками, а зубы промежутками. Это дурной паттерн. Не нужен этот дурной паттерн. Возможно, в какой-то культуре он там усвоен. Но в целом это дурной паттерн, который просто работает на то, что является следствием всех дурных паттернов. Он повышает тревожность. И он заставляет людей работать не ради дела, а ради обстоятельств этого дела и каких-то KPI. Да. Слушайте, мне кажется, надо на этой точке мысли поставить, подвести итог сегодняшней нашей беседы. Мне кажется, мы тут довольно много и долго всего пообсуждали. Но мне кажется, получилось здорово. Давайте, наверное, потихонечку загругляться. Я скажу, что с нами... У нас был большой состав. С нами был Никита Борзых из компании «Экспресс-42». Он покинул нас первым. Всеволод Поляков был вторым. Консультант по девопсу и основатель сообщества «Укропс» клаб одного большого такого сообщества. И остались мы втроем. Света, Паша и я. Ребят, спасибо вам, что пришли, что мы собрались. Мне кажется, было классно пообщаться. Надеюсь, и нашим слушателям тоже это будет чего почерпнуть интересного. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, ребята. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что вы потратили на нас своё время. Я думаю, это время окупится вам, когда... Ой! Когда-нибудь окупится. Когда-нибудь окупится. И спасибо Никите за твит. С него всё началось. Да. Это прекрасно, это прекрасно. Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Всего хорошего.